Добрый вечер, друзья! Всем, кто в этот для кого-то поздний, для кого-то ранний час включил экраны своих мониторов, сегодня на меня выпала почетная, очень ответственная и важная миссия, разыграть 2,5 тысячи тысячи, 2,5 миллиона рублей, просто как покеристы привык говорить, 2,5 тысячи кака, 2,5 миллиона рублей среди тех, кто наиболее активно играл на нашем сайте Покердом с 19 февраля по 19 марта. Ну, кто участвовал в этой акции, вы прекрасно в курсе, чего стоит сейчас ожидать, кто не участвовал, не расстраивайтесь, сейчас вам побороться за какую-то часть вот этого большого пирога не удастся, но акции проходят постоянно и наверняка что-то будет скоро. Скоро будет серия G-Cube, Global Cup of Online Poker, о ней я обязательно расскажу чуть позже. В общем, сейчас вступление очень краткое, потому что те, у кого есть заветные билеты, ждут этого скорейшего розыгрыша, который будет сам по себе очень быстрый. Потом я планирую провести обычный игровой стрим, сейчас я вышел в прямой эфир безо всякой задержки. Как раз после розыгрыша я сразу включу чат, чтобы ответить, возможно, какие-то вопросы на минутку-другую, а потом минутки на 3-4 выйду из эфира, чтобы уже включить привычный стрим с привычной 2,5-3-минутной задержкой и буду стримить свою игру. В общем, все это преамбулы. Итак, сейчас PokerDom разыгрывает 2,5 миллиона рублей среди наиболее активных игроков. Среди тех, кто много играл, кто, соответственно, генерировал много рейка, получал хороший рейкбэк, но также получал и билеты. Вот на сайте PokerDom, 8.com в России этот домен работает, ну или вы можете спокойно через Google найти рабочие ссылки, или, как мы всегда советуем, обратиться в службу поддержки, или прочитать на форуме том же Gypsy Team, например, о том, какие ссылки работают найти. Вот, собственно, все правила этой акции есть. Итак, люди, которые много играли за каждые 20 тысяч очков рейка, получали один билет. То есть, например, человек, который набирал 100 тысяч очков, получал 5 уникальных билетов. И 56 счастливчиков сегодня получат призы. 50 человек по 30 тысяч рублей, 4 приза по 100 тысяч, 1 приз за второе место 200 тысяч и 1 приз 400 тысяч. Как они будут разыграны? Есть вот такой сайт, называется он random.org, абсолютно независимый, выглядит достаточно простенько и все происходит простенько. Сейчас вот в эту форму я введу список из имен, из ников игроков, после чего нажму кнопочку randomize и буквально через 3-4 секунды высветится список в цифровом порядке. С первого по, у нас, по-моему, порядка полутора тысяч билетов у игроков. Ну и получается, что с 56 места и 30 мест вверх игроки получат по минимальному призу, но тоже очень приятному, по 30 тысяч рублей, по 500 долларов считаете, 4 приза. То есть, вместо 3, 4, 5, 6, я вот боюсь просто ошибиться, чтобы так сказать, будут вознаграждены 100 тысячами рублей, второе место 200 тысяч, а первое 400 тысяч. Вроде бы все просто, все понятно и давайте приступать. Итак, у меня есть Excel-файл, в котором указаны все те, у кого есть билеты. Вот вы на вашем экране можете увидеть, что главный фаворит, чисто математический игрок с ником «Ты кто такой?», который, вы видите, 920 тысяч очков сгенерировал постоянного игрока и в результате у него 46 билетов. Далее идет Зажигалов у него 35 билетов и Вачка 25 билетов. Ну не волнуйтесь, я не буду всех перечислять, просто вам показываю, чтобы вы смогли проверить. Вот список я, соответственно, если вы захотите, потом можете на паузу поставить, прокрутить и проверить, вот чтобы ваш ник имел соответствующее количество билетов. И в общей сложности у нас, вот я, ну да, давайте я чуть медленнее прокручу на всяких случаях, чтобы все успели потом нажать паузу и посмотреть, у кого сколько билетов было зафиксировано. Вот этот список, у кого по два билета. Ну и вот белым игроки, у которых по одному билету, ясно, что математические шансы в 46 раз ниже. Да, это игроки, которые не квалифицировались, да, не набрали 20 тысяч. В общем, в общей сложности 386 участников, а билетов получается у нас аж, когда я выделю вот эту группу, ну сейчас увидим, давайте сверху, просто то, чтобы вы смогли проверить. Ну, программа random.org, нельзя написать, да, что ТИКТОТОКОЙ, 46 билетов. Нужно имя каждого игрока писать в соответствующее количество раз. То есть, соответственно, ТИКТОТОКОЙ, у него 46 билетов. Соответственно, вот вы видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот 46, крайняя цифра, его имя будет фигурировать в программе random.org, 46 раз. Далее идет Зажигалов, у него 35 билетов. Соответственно, с 47 по 35, 46 плюс 35, получается на отметке, нет, все-таки 47 плюс 35, правильно считать? 47 плюс 35, да, я сейчас правильно сказал, 46 плюс 35, 81. Математика не самая сильная моя. Далее идет Вачка, у которого мы смотрели, сколько билетов. 25. Ну, опять же, давайте я прокручу, чтобы не спеша вниз, чтобы все смогли увидеть, что их имя количественно соответствует числу билетов. Ну, я прокручиваю, как сказать, с такой средней скоростью, но я думаю, что ее достаточно будет для того, чтобы на паузе проверить, что ошибки не было. Если таблицу составлял не я, то у меня проблемы с математикой, таблицу составляли наши ответственные специалисты, они все несколько раз проверили. Вот, и, как я всегда говорю, на 99,9 процентов, я уверен, что здесь никакая ошибка закрасться не должна. И вот, получается, в общей сложности у нас... Это вот по 5, по 4, по 3 билета пошло. Кручу, кручу, кручу. Ну, вроде все можно успеть заметить. Ить, 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 гыть, 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 гыть. Ить, 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 ить. В общей сложности 1274 билета. Заглядываю в свой скайп, дабы удостовериться, что все в порядке, что никаких прерываний нет, что мы в прямом эфире, что все работает четко. И на Твиче, и на Ютьюбе. Пока что в чат я не заглядываю, что мне привлекаться. Сейчас уточню, можем ли мы запускать самый ответственный момент, который будет длиться всего-навсего несколько секунд. И как только получу утвердительный ответ... Ну, пока я выделяю, соответственно, вот всех этих игроков. Нажимаю... Ну, у меня iMac, поэтому я нажимаю кнопки CMDC, Command-C. И, соответственно, в окошке сайта random.org. Я пущу по ней, чтобы видели командную строку. Вернее, это как называется? Ну, вот адрес, да? random.org.blist. То есть, оригинальный сайт, никакой не сгенерирую. Нажимаю CMD-V. Ну, здесь я тоже, вот смотрите, у нас заключительное имя было COS-56, да? Опять же, я сверяю. В первую очередь, я самого себя проверяю. Здесь у нас список заканчивался тоже на COS-56, Роман 0.02, 32, Стас, да? Все сходится, эти игроки здесь есть. И дальше вот тоже так, ну, прокручиваем вверх, чтобы убедиться, что здесь 1246 позиций учтены. И доходим до самого верха. Ти кто такой? Зажигалов, Вачка и так далее. Ну, и вот он, собственно, самый ответственный момент. Вот она, кнопочка randomize. Не стал я здесь заготавливать фанфары или еще что-то. И вы знаете, у меня была мысля, когда кнопочка нажмется, быстро страницу вниз перевернуть, чтобы начать подсчет с 56-го места вверх, да? И чтобы потом, ну, сохранить какую-то интригу. Но задача же не интрига, а задача разыграть именно билеты, чтобы все видели, что это произошло в режиме реального времени и было, ну, скажем так, абсолютно честно и никак не ангажировано. Поэтому все-таки сразу мы с вами увидим главного победителя, а потом прокрутим вниз до 56-й строчки. Ну, что ж, помолясь, нажимаю кнопку randomize. И я несколько раз сегодня симулировал, проводил разные симуляции, думал, что какие будут варианты. Ну, и вот первый раз, и все-таки в режиме прямого эфира, главный приз достается человеку, который больше всех билетов имел. Ну, наверное, это и справедливо, да, человек, если когда происходит обычная рейк-гонка, победитель рейк-гонки просто напрямую получает главный приз. Человек, который больше всего рейка сгенерировал. В общем, приз в размере 400 тысяч рублей. И первое место достается игроку с ником tiktotakoy, у которого было 46 билетов, который сгенерировал 920 тысяч очков рейка. Искренние поздравления, спасибо за игру. Надеюсь, что игра была удачной не только с точки зрения количества, но и качества, что удалось сыграть в плюс, ну, хотя бы с учетом рейк-бека. Второе место достается Владе 777, и это тоже отличный приз. Это 200 тысяч рублей, и, ну, ради интереса давайте глянем. Ну, вы можете видеть результаты, да, все, я только не открутил до конца. Видеть результаты. А где он? А вот у меня лист с Excel. Интересно. В Владе 777 сколько было билетов? Ну, вот я вижу, что у Джим Бима было много билетов. Владе, Владе, есть он в числе, ну, по крайней мере, вот 9, 8, 7, 6. Ну, не хочу крутить дальше, но как раз вот второе место достается игроку, который далеко не больше всех играл. Но на то это лотерея, да, в этом и интересы, тоже свои плюсы. Джим Бим, как раз мы с вами отметили, что он был в числе наиболее часто играющих игроков. В Владе 777 получает 200 тысяч рублей. Далее у нас третье, четвертое, пятое, шестое места получают по 100 тысяч рублей. Это Джим Бим, PS006, NL Papa. Я с ним, кстати, пересекаюсь периодически в турнирах. И V1948. Итак, вот эти четыре игрока становятся владателями призов по 100 тысяч рублей. Тоже искренние поздравления. Ну, и 50 призов по 30 тысяч рублей. Может, кто-то и добрал из первых победителей, да, потому что вы понимаете, что, например, чисто теоретически, те, кто такой, могут забрать 46-50 мест подряд. Итак, места с седьмого по 56-е. Это те игроки, которые получают по 30 тысяч. Вот их список. Ну, наверное, поименно всех называть не буду. Можно выделить. Zazu1986. Все знают, что под этим ником играет. Gypsy Сергей Рыбаченко. Он этого не скрывает. Кого еще я здесь знаю? Ну, вот у Сиротина было много билетиков. Принцесса 2, по-моему, тоже немало. Минтон, кстати, я, по-моему, выбросил его с... Не выбросил, да, на канале Twitch.tv Покердом был анонс о трансляции. Вот в этот момент Минтон стримит Амаху. Так что, кому интересно, включайтесь, смотрите. Он один из ведущих регуляров. Вот еще один билетик Минтона. То есть, 60 тысяч наш специалист по Амахе, я имею в виду российский. Потому что он играет и живые турниры, да, играет не только в Покердоме. И посмотрите, какая ирония судьбы. Евгений Кафельников становился в шаге от призовой зоны. Если я все правильно посчитал. 1, 2, 6 и 50. 56, да. Евгений Кафельников становится бабл-боем этой лотереи. Но ничего, Женя дисперсия неплохо отдала в 96-м году и в 99-м. Хотя, может быть, делал бы не дисперсии, а в его мастерстве на Ролан Горос и Австралии Нопен. Ну, все. Давайте без лишней лирики еще раз. Вот я просто прокручиваю, чтобы все успели увидеть. Не волнуйтесь, все результаты будут опубликованы на нашем сайте. Все игроки оперативно получат. Как раз на сайте Покердом указано, как быстро будут зачислены деньги. Вот. В общем, вот он такой список победителей. Я его еще и вышлю. Ну, и по записи можно будет посмотреть. Собственно, еще раз поздравляю всех тех, кто участие в этой лотерее принял. И те 56 человек, которые получили призы от 30 тысяч до 400 тысяч. Но, повторяюсь, в третий раз даже по ходу этого включения. Мы с Ильей часто говорим, что, к сожалению, в Покере нет такого понятия, как справедливость. Нет такого понятия due to. Да. Там, выиграл, потому что должен, потому что дисперсия отдала. Но, честно говоря, я, можно сказать, в какой-то степени рад, что победителем стал именно тот человек, который больше всех играл и больше всех старался. Но не меньше, я рад и за других. Все. На этом я вот это включение с этим розыгрышем заканчиваю. Удачи всем, кто не добрал именно в лотерее. Обязательно доберете. И желаю вам добрать на всех других площадках жизни. Сейчас я прервусь, наверное, на 3 минутки. Может быть, максимум на 5. Для того, чтобы уже включить стрим задержки, поставить 2,5-минутную задержку. И постримлю игру в турнирах и в кэш, в холдем и в Амаху у нас в Покердоме. Так что, кому интересно, оставайтесь. Не переключайтесь. Кому интересно, Амаха от специалиста по Амахе, смотрите трансляцию Минтона. Ну и, в общем, все. Не прощаюсь. Через 3-4, максимум 5 минуток вернусь обязательно здесь же, только уже непосредственно с игрой. Спасибо большое, что включили, смотрели. И не уходите, если хотите немножко из меня поболеть, а может быть, наоборот, покритиковать. А, стойте. Я же обещал на что-то ответить в чате, да? Проверить, вдруг там что-то такое, сякое. Вдруг какие-то есть вопросы. Хотя, ну давайте открою Twitch. А, стойте, я же обещал... Да, ну тут 10-секундная задержка, не удивляйтесь. Автоматическая на Twitch. Так, так, так. А у меня же я не увижу, да, я только окно Twitch открыл. Ну, в общем, если какие-то вопросы есть, вот давайте вы мне их ремарки и выскажите, и зададите через 3-4 минутки. Все. Нажимаю паузу, да. Ты кто такой? Только один раз. Вот это тоже показатель из перси. Ну это давайте как раз обсудим. Сейчас будет нам о чем поговорить в игровом стриме. Долго я всегда прощаюсь, но с восьмой попытки нажимаю паузу, остановить трансляцию. И через 3-4 минуты буквально я снова с вами, только уже с небольшой, с 2,5-минутной задержкой. Пока и привет снова. Недолгим было наше расставание, прощание. Снова говорю всем привет. Подключаю окна, как и планировал дополнительные. Ну, пока вот два турнира я запустил. Сейчас я о турнирах всех расскажу. Так, что тут есть? 40, 10, 20... Ой, окошко надо мне перенести только, чтобы неудобно было. Так, две четверочки. Зая бы никогда такую не выкинул. Так. Так, так. Так, так. Так, за 40 мы играем. Чуть-то за 20 у нас тут так мало людей оберли. А, он недавно лишился. Две дамы. Трикс, рейс. Оу. Опа. Опа. Хотя у меня недавно так, у меня был сетс-флопа. Тут, наверное, мне просто ничего не оплатят. Но в итоге там у меня был старший сетдам, и я проиграл тут с 9 разный. Ну, второй сценарий, ладно. Такой сценарий лучше. Но это все лирика. Давайте еще откроем пару столов кэша. А маха и лоу никто не хочет сегодня играть. Предложить, может быть, людям. В последнее время я собирал такую игру иногда. Так, ну ладно. Холдом, ноу-лимит. А, ну давайте сядем. Вот один стол. 9 макс. 50. 100. Как раз будет у меня чуть больше времени на то, чтобы рассуждать. И что-то, на что-то где-то отвечать. А, вот есть 6 макс стол. Ну да, тем более я сказал, что Минтон сейчас стримит Амаху. То есть, кому интересно именно Амаха, я думаю, лучше включить его трансляцию. Потому что он, ну, во-первых, он только Амаху играет. И в целом, математически, конечно, он гораздо более подкован, чем я. Я не раз говорил, что Амаху я очень так приблизительно знаю. Так что так, сейчас забавляю 2 стола. Это их уже запустил, а на экран не вывел. А, сейчас я вам расскажу о своих приключениях во всех. Сначала обсудим итоги лотереи. Так, захват окна. 3. 50-150, вот был у нас. Окей. И Ой-ой-ой, захваток на 5. Не самый хороший ривер. Сейчас посмотрим, как Валерий сыграет. Чек. Ладно, чек, как бы, скорее всего, выиграл. Ага, вот так. Адская ловушка. Валерия. Поэтому я не ставил. С Валерией мы часто играем. Как бы, диапазоны друг друга хорошо знаем. Меня они, конечно, гораздо шире. Вот, ну и Валерий способен на какие-то хитроумные ходы и ловушки. Ну, так, окошко надо мне открыть. Это надо мне свернуть. Это надо мне открыть. А, я, кстати, не знаю уже. Сейчас надо по БС посмотреть. А, пошло все. Тякс. Итоги я, ну, опять же, там можно все посмотреть по видео, но я обязательно перешлю всю информацию. Может, даже сейчас по ходу скопирую. И отправлю. Надо мне открыть окна. Так. И здесь ГСЧ подкручен. В шутку пишет Дети Пушер. Семин, ты где? Выходи подлый трус. Тут я. Тут я, тут я. К тем, кто ищет меня на Твиче. Сейчас откроюсь на Ютьюбе. А, еще надо бы, наверное, мне на Джипси Тим поставить ссылку. Так, ну, здесь глубокие очень стейки в кэше. Ну, вот, вдруг откуда ни возьмись, появилась просто мысль. Не очень я понимаю, что тут делать. Ну, только сел, да, за кэш стол. Как бы с двумя валетами по 100 ББ ехать не знаю, насколько хорошо. Выкинуть я тоже такую руку не могу. Сыграем от флопа. На таком флопе не знаю. Одну улицу мы точно будем терпеть. Вообще, никаких сомнений у соперника нет. Моментально ставят сразу, но одну улицу терпим. Хотя уже с ПР там чуть больше единицы. И вот поэтому терну вопрос в скорости ставки. Ага. Ага. Жать запросил. Как сказал бы Дмитрий Громов. Ой. А я не вывел эти окна на экран? А, вывел. Я уже испугался. Это я... Я же в 2,5 минутной задержке. С ли-ру-ю. Так. Ну, смотрите. Чек-пасс мы играть не будем. А с блефом мы, наверное, все равно не доберем. Да. Поэтому, как бы, поставим сами. В надежде, что нас вскроет рука слабее. Что нас положат на флэш-дро. Нас положили на флэш-дро. Нам заплатили туз-король. Да. Молодец наш оппонент. Хорошо сыграл. Туз-король не выкидывается. Конечно же. Жесткий кулер. Особенно, когда в руке туз-бубновый. Ведь у меня так много здесь блефов по барабану, что мы блочим. Собственно, наши блефы. Ну что, хорошее начало. Повезло нам. Конечно, если бы мы выставились до флопа, но это было бы не так красиво. Согласитесь, да? Так. Итого. Резюмируем. Собственно, по игре. Всем привет, кто пришел, кто не ушел, кто добавился сейчас. Вот. По этой карте мы залидим. Вдруг у него нет короля и дамы. Тогда заберем банк. Нет. Что-то у него есть. Может, конечно, там... Я думаю, там дама. Дама. А, даже так. Валет 10 были. Давно я не играл в кэш в холдом. В покердоме. Приятно вернуться. То есть я последнее время играю в время Амаху, Хайлоу, Амаху Хайлоу. Други. Ну, в общем, сначала, что у нас на экране. Слева два турнира. Один турнир за 40 долларов. С гарантией 1200. И с приличным количеством входов. Другой турнир без рейка за 100 долларов. С небольшой гарантией на 10 человек. Пока вот у нас 5 человек в игре. Один вылетел. То есть пока что оверлей. Но я думаю, что дособеремся. Еще здесь увеличится количество участников. Вот. И два кэш-стола у меня. Оба стола 50-100 рублей. Кэш. Один стол в глубоких стеках. 50-150 больших блайндов. Ну, максимальная заявка 150 блайндов. Другой. И 40-100 ББ. Ну, тоже, собственно, 100 ББ. Это тоже стеки, мягко говоря, не короткие. Ну, кнопки я нажимаю. Единственное, как я вам говорил, хочу сейчас добавить еще ссылку на трансляцию на GPC Team. Повесить в раздел стримов. И тогда я полностью весь ваш готов поговорить о результатах, если кто-то хочет обсудить. Да, и еще я, видите, не сказал про один нюанс. Стол Амахи. Ой, Амахи. Холдема. Говорок по Фрейду. Стол Холдема. Так, здесь что было? Что-то я пропустил рейс. Он сразу лидит. Лидит плотно. Блин. Кулерная карта. Здесь играем чек-бехайнд. Ну, ривер... Ривер, как всегда, грязь. Ну, ладно, колл. Может, нет валет. Вот такая там рука, такой блеф хороший. Это мой вот абонент. 9-5. Блестяще сыграно. Просто попал вверх диапазона. Ну, чек-бехайнд. Может, выиграем. Выиграли. Жалко. Надо было ставить терн. Пока я не разобрался. Да, здесь стол 9 макс. Короче, я звоню из Сочи. И эта приговорка, приговорка, поговорка, она, в общем, хоть и шутливая, но абсолютно справедливая. Размещаю ссылку на ДТ. На детекторе ложи. Стримы, 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 стримы. У Минтона, кстати, хэштег «Семидай400к». Ну, извини, брателло. Все, что смог, 60 тысяч, а может, тот пропустил. Ну, 60 тысяч тоже не лишний, согласись. Тысяча долларов и так к хорошему рейкбэку. Тем более у Минтона сейчас 100% рейкбэк. Ну, тот момент, как он играл, его не было. Но как раз «Покердом» устроил акцию. Любой мог подать заявку и стать стримером. Вот в их числе был и Минтон, который... Тетка моя, который... Так. Что-то здесь я немножко запылся. Но здесь я сдамся. Хотя там человек до этого меня дважды блефовал без эквити. А здесь банк, банк. Ну, во-первых, у нас есть и Алты на усиление. Вот. Ну вот, в общем, да, Минтон и так. Сейчас 100% рейкбэк. Да, это был не 100%. Ну, в общем, сейчас как стример он получил такую преференцию. Ну, а ему спасибо за хороший, интересный стрим. Я даже один стрим минуты четыре с половиной посмотрел. Добавляю я свой стрим на Gypsy Team. Лотерея. Как много в этом звуки. В этом... Звуки. HTML-код вставил. Поехали. И теперь готов отвечать на вопросы. Амахи. Ой, Амахи. Так. Твич. Друзья. Можно ссылку на результаты. Первые 10 минут. Ссылку на рендоморг. Всем привет. Миша выровнял бы картинку с кубком покера в стриме. Кривовато, некрасиво смотрится. Так. Культурист. А, выехала. Сейчас, извините. Согласен. Опустим ее чуть ниже. Вот. Есть контакт. Да? Вроде ничего не съел. Мы долго сегодня очень возились. С Димой Лилидом очень хотели на Windows стримить. Но обратите внимание. Тьфу-тьфу-тьфу. Интернет. Знаете, какая скорость аплоуда? Сто девяносто мегабайт. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Ну, короче, служба доставки, ЕМС, которая доставляет посылки через почту России, сработала просто блестяще, как сказал бы один из наших известных комментаторов. Вот. Короче, две недели. Мне уже не могут доставить микрофон. Пишут, что типа я не выхожу на связь, а я и звонил, и писал. И Дима их бомбил, и магазин их бомбил, и ЕМС бомбил. Но почта России, она непробиваема. Может быть, к следующему Новому году. А, нет. Наверное, когда вот дочка у меня вырастет. Когда поедет летом отдыхать в Сочи, может быть, тогда посылку с микрофоном и доставят. Ну, а пока что имеем то, что имеем. Ну, вот. А на маке я все ручками, ручками, ручками. И не всегда этими ручками попадаю. Так. Ах! Проиграли монетку. Сделаем сейчас ри-ентри. В турнире за 40 долларов. Валерий долго думал, закрывать нас на Antus Wallet или нет. Ну, думал, кстати, правильно, потому что я Туз-10 здесь никогда не запушу с большого блайнда. И, кстати, по-хорошему, 25 бб. Ну, близкое решение, но с том, что вот, может быть, кто-то из вас видел, как Рома Романовский на финалке одного из турниров выбросил Туз-король. То есть, сыграл рейс, и на алын стека типа 27 блайндов просто выбросил Туз-король. Да, и люди были в шоке, как такое возможно. Создавали вопросы. Ну, а на самом деле пас хороший, потому что, ну, там финалка, там по ICM, а человек Туз-даму, а уж тем более Туз-валет, пушить не будет. То есть, там все, что пушится, там позиция была MP3 против UTG на 9 макс стали. Все, что пушится, оно либо мы клипаем с этой рукой, либо стоим позади. Сейчас я рентой сделал, ну, и, конечно, я окно добавлю с турниром. Вот. А у нас здесь ситуация такая, что, ну, вот Валерий, да, открыл Туз-валет. Я же, он открыл с первого, а я пушу с ББ, и он тоже понимает, что, ну, какие-то там руки... Ну, никогда я Туз-10 не запушу. Я их через колл сыграю, я не выброшу, конечно, но против первой позиции. Я их не задвинул. Так. Вот, и поскольку я на Маке, мне каждое окошко долго приходится захватывать. В общем, все очень сложно, да, как стоит в статусе, в социальных сетях у разных малышей. Так, все, красная шапочка-то снова девочка. Тимура и его команда. Снова мы в турнире. И снова вопросы. Я могу, знаете, вот сюда скопировать результаты. Наверное, так всем удобнее будет. Я думаю, они влезут. Потому что все просят ссылку. А ссылку я не знаю, могу дать или нет. С результатом нет, не могу. Поэтому я просто скопирую. 56 победителей. Ну, давайте до 60 прокручу. Для удобства. И вот сюда, в сайт, в этот, как называется, в чат на джип-стиме. Тьфу. В чат на твиче скопирую. Кому интересно, результаты есть на твиче. И сейчас будут. Ить. Не знаю, может, конечно, не очень удобно, но... Как смог. Приролл на вашем покер-доме есть? Есть. Даже во время экстримов периодически бывают. Михаил, я вам 10 тысяч отдал сака против валетов. Спасибо большое вам, Стас. Я ценю. Ну, если я никому их не передам, обещаю, за ваше здоровье завтра скушать вкусный стейк. В Сочи я вас часто в казино вижу. 5К вернете при встрече. Блин. Все. В казино больше не хожу играть. И меньше тоже. Только турниры. В турнире готов отдать 5 тысяч фишек. На блайндах 25-50 тысяч. Так, что у нас здесь произошло? Как мы оказались? Мы залимпили или зарейзили? Ну, неважно. В любом случае здесь мы сыграем через лимп ререйс. Пусть там квит что-нибудь проигрывает. Придумывает. Он очень любит против меня придумывать. Так. А, я в позиции. Видимо. Ну, ладно. All in. Пас. Жалко. Жалко, жалко. Привет, Миша. Ты как-нибудь влияешь на политику Рума или просто представителя покердома в массах? Хороший вопрос. Саунд хо-хо. Добрый вечер. Я писал на эту тему в своем дневнике. Не раз высказывался, что... Что... Да, старею. Я не могу сказать, что я влияю на политику, но мое мнение внимательно выслушивают, и я способен вносить какие-то коррективы. То есть, я способен вносить позицию игроков. Как раз для меня очень удачно складывается то, что я, в общем, покер знаю с разных сторон. Достаточно богатый опыт, не то, что там я круто разбираюсь или, не знаю, там, еще что-то. Я именно в том контексте, что именно знаю, да, покер именно и как игрок, и как комментатор, и как журналист. Ну, комментатор-журналист одно и то же, правда. И, в принципе, я в свое время работал и по... Блин. Само смешное, что 300... То есть, вроде мы ничего не бьем, какие-то руки. Просто, ну, ладно, выкинем. Просто тут, конечно, и серии, что даже интересно посмотреть. Вот, ну... Так. Чем-то эта раздача может напомнить... Ситуацию с Андреем Патайчуком. Вот ему такую же подставу раздали. Только на ривере ему пришел сет королей. Я просто уже наученный горьким опытом в Сочи, в кэше, я вот на таких досках, не себе, Чу даже в 3-бет, в 4-бет потах тузов королей, потому что 6 раз у меня были тузы к разговору. Ну, я так уже говорил, в одном из своих стримов к разговоре о ГСЧ в онлайне. 6 раз у меня были тузы в Сочи, все 6 раз я проиграл. 3 раза при флоп, полын, и 2 раза... Ой, 3 раза постфлоп, 3-бет, 4-бет поты. Вот. В общем, напрямую, на политику глобальную я влиять не могу, но когда какие-то ситуации происходят, и как бы выглядящие для меня неоднозначно, где я считаю, что игроки, высказывающие какие-то претензии в чем-то иногда и во многом правы, я эту позицию до руководства Рума доношу. И, опять же, вот ряд ситуаций, которые были в недавнее время, где неоднозначные были моменты, были претензии со стороны игроков, отчасти обоснованные, отчасти гиперболизированные, некоторые были необоснованные. Давайте будем последовательны. Мне, честно говоря, очень обидно в последнее время, когда, ну, что бы ни произошло, появляется новость про то, что Покердом будет проводить серию G-Cube, Global Cup of Online Poker, замечательная серия, с хорошими призами, с дополнительным лидербордом, со своей фишкой Покердомовской, что победитель получит термокружку. Понаставили кучу минусов, за что? Вот вам дополнительные призы, вот вам хорошее расписание, хорошая серия, удобное время, боиный разброс колоссальный. Играйте, получайте удовольствие, получайте дополнительные призы. Помимо денег получайте термокружку. Нет, вот эту термокружку вы завели в степень чего-то ужасного, хи-хи, ха-ха, стали минусовать и так далее. То есть это перебор. Так что игроки тоже бывают неправы. Но, конечно, есть ошибки и у Рума. И, наконец-то, заканчиваю ответ на ваш вопрос. То есть, да, я не то чтобы повлиять. Ну, наверное, в какой степени могу, да. Могу и повлиять частично. Где взять футболку Сёмин дома? Ну, если вы спрашиваете про Покердом, то сувениры есть у нас в Покердоме. Мне сейчас просто сложно открывать вот окна дополнительные, по одному захватывал, но на очки постоянные игрока можно в Покердом приобрести разные сувениры. Ещё босс в кресле катает. Так, а как я выгляжу-то? Я пытался здесь? Да. А, ну, это я сейчас расскажу. Мы же накануне перебрались из Адлера в Горки-город. Живём здесь в апартаментах Горки-город. Прямо рядом с казино Сочи. Так что вернусь я в ближайшие дни в живую игру и буду довольно много писать. Ну, в общем, новые выпуски дневника оффлайн-кышевика вас ожидают. Уж извините, а может быть, кто-то всё-таки немножко порадуется. Ну, и здесь вот пока рабочее место, не могу сказать, что как-то там очень круто оборудовал. Но вот кресло хорошее мне выдали. Ну, как бы продолжим агрессию. Эквити-руки по-прежнему есть. Хотя наш соперник вроде ничего не выкидывает. Ну, плоскача. Похоже, там рука типа Туз-Валет. Ну, даже других вариантов я не вижу. Надо разок флэша натянуть. Красная троечка, приди! Эх, нет. Узнал, что не придёт. Жалко. Хороший банк могли выиграть. 15 тысяч. Ещё бы по риверу добрали. А здесь, к сожалению, проиграли. Хм. Что за чек? Драки нет. Может, там один раз дама 10 червей окажется? Ну, блефовать я здесь смысла не вижу. По такой карте мой оппонент Туза не выкинет. Знаете, что может быть обидно? Что там рука... Вот, я придумал руку. Дамы валят червовые, валят 10 червовые. Но, как бы, чаще всё-таки там комбинации типа двух пар, которые я не выбью. Туза я никакого не выбью. Там, ну, валяты я выбью. Да, сейчас я вижу, там валят 10 червовые. Дам валят червовые. Мне, конечно, будет очень обидно. То есть, единственный рука, который я бью, это дамы 10 червей. Да, но и выбиваю я только две комбинации. Дам валят, валят 10 червовые. Поэтому, ладно. Сдаёмся. Туз валят. Ну, правильную я руку назвал. Конечно, никогда бы её не выбил. Просто жалко, что не купили. Не купили мы флэша. Да, ну, и вот эта подстава тоже на терне. Валят вышел. То есть, по этой карте я бы уже... Ну, я, в принципе, так. Не факт, что выдавил бы на какой-нибудь из улиц своего соперника. Ну, не в каждой раздаче, да, в первой сложились. Сложилось. Выиграли с валятами против АК. Мне ещё и подарили. Не зная тогда ещё, что это я. Что, как бы, нацист в раздаче. Человек, который играет только на премиумных руках. Вот. Ну, мы уже убедились, что Стас мало что выбрасывает. Наверное, как бы можно сдаться. Вот здесь. Ладно, сдадимся. Сёмин, тебя не хватает на стримах Старза Турниров. Городецкий вообще расслабился. Некому его к ответу призвать. Ну, я на днях тоже смотрел трансляции. Где-то подключался. Болел за Дениса Тимофеева. Ну, первые дни болел за Гаррика. Вот, что-то писал. Ну, и недавно у нас с Ильёй был стрим. Если кто не видел, кому интересно, можете глянуть. Ну, спорить не буду. Спасибо. В целом, согласен. А с Ильёй у нас замечательный дуэт был. Я думаю, как-нибудь что-нибудь ещё покомментируем обязательно. Так, на YouTube загляну. Что здесь? Нет у меня объединённого стрима. А не объединённого чата стрима. Миша желаю удачной катки. Хотел приобрести на ошибке Покер Дома, но в вип-магазине их не продают. Где их можно достать? Ну, они не продаются. У меня вот самого заканчиваются. Нужно попросить, чтобы мне новые прислали. Привезли или где-то я забрал. В общем. Нашивки выдаются игрокам-представителям. Ну, ладно. Здесь я уже, опять же, не выбью ничего. К сожалению. Гатшот не доехал. Опять же, не судите строго. Я вот это отмечал, что когда я стримлю, я принимаю ряд неоптимальных решений, не успеваю обдумывать, не замечаю где-то последовательность определённых действий игроков. Вот. Это, конечно, свой отпечаток накладывает. Ну, здесь я от защиты сыграю на этой доске. Здесь уже поставлю. Как бы, я думаю, что десятка меня бы ставила, а может быть, девятку прочекал. Ну, отвратный ривер, как обычно. Как обычно, ривер так себе. Что мы здесь обыгрываем? Что не поставило? Флоп ставит ривер. Сложно придумать какие-то руки. Здесь мы тоже получаем рейс. Да, начало было оптимистичным, а дальше... Ну, и флэш закрылся, и дамы валет доехали, и король валет доехали, и дамы валет как бы усилились до дамы. Ну, так, как бы 8-7. 8-7, да, мы бьём, но проблема в том, что у нас в руке две восьмёрки. 7-6, нижние гадшоты, но не факт, что там 7-6 бы калировали при флопе. Получается, что приходится сдаваться. Как у вас дела? Если что, это Таша. Таша на ютюбе. Привет, Таша. У нас дела неплохо. Спасибо. Ну, да. Ну, собственно, в семейном чате мы всё тебе расскажем. Лера там фотки выкладывает. Ну, Таша, наверное, много разных, но мою племянницу зовут Ташу. Таша, поэтому... Король 10 червовым и в пас выкинет. Может, не только поэтому. Михаил, а в кэш с какими ставками надо было играть в акции? Ну, откройте страничку, там все подробности есть. На любых лимитах можно было играть, насколько я помню. Вот, просто, опять же, чем выше лимиты, тем быстрее рейк набивается. Только досмотрел вчерашнюю финалку и подключился сюда. Пока ещё под впечатлением от Гила. Миша, удачи. Спасибо большое. Да. Две десятки в Туздаму. Устояли. Ну, небольшой был флип. Ну, в принципе, два флипа из двух мы выиграли. Другое дело, что Стузкороль, конечно... Ну, Стас смотрит этот стрим. Стас нам помог, в общем, выиграть на двух улицах. На Терния мог выбросить, на Аллын, на Ривер, конечно, там не было никакого смысла платить. Стузом Королей, особенно Стузом Бубновым в руке. Вот. И здесь выиграли флип. А всё остальное, что-то, видите, у нас пока постфлоп. Переигрывает и в турнирах тоже. С Украины пускаете игроков? Часто задают этот вопрос. Да. Ну, по-моему, Покер-матч. Ещё раз, вот Старс... Старс. Старс недавно я писал, когда тоже всё повисло, я не мог 50 минут зайти. Но это к разговору, что у всех бывают падения серверов и так далее. Саппорт собакопокердом.com вам всё подскажут. Персонаж из дневника Жорик в первой части просто караул, смялся до слёз. Ну, да, жалко, мы больше потом не пересекались. Но отличный мужик, хотя я пока играл-то всего раз шесть, поэтому, в общем, о чём-то говорить. какие-то выводы делать по живым турнирам и по живой кэш-игре в Сочи несколько преждевременно. А, ну, результаты мне надо переслать, я думаю, нашим ребятам, коллегам. Ну, сейчас перерыв будет, значит, у меня останется два кэш-стола. Триста, триста, триста. А, тысяча четыреста. О, два туза. Такс. Не прочее здесь забрать просто на флопе кандбетам. Ой, здесь можно было на лимб, конечно, запушить и надо было запушить король валет в турнире. Ну, вот я говорю, просто, видите, не успеваю порой там стейки посмотреть, ещё что-то. Долго что-то рассказываю, куда-то отвлекаюсь. Ну, здесь мы уже видим, что игрок-любитель, да, как бы сразу же в наставе полбанка, ну, как бы, пока я не готов выкидывать. Всё-таки дро там тоже мог доказаться. Не только же там должна быть всегда дама червовая. Хотя там и дама валет могут доказаться. Здесь я уже поставлю, защищая свою руку и опять же, как бы, я, ну, по бланкам на ривере я всё равно не выбрасываю, поэтому если там всё-таки дрова, то лучше добирать сейчас. Вот, ну, теперь мы спокойно ривер чекаем, потому что даму мы не выбьем. Ну, поделили. Ну, хоть так. О, тут королей переехали, но тоже ничего. Тоже ничего. Здесь я не стал ставить, как бы, я заберу отложенным кандбетом на тёрне спокойно. Ну, как-то объяснять где-то ход своих мыслей особого смысла нет, потому что мысли у меня носят в голове часто хаотичный порядок. Плюс вот я заметил, что для очень многих игроков прекрасно действует формула, ну, по которой в основном играют турнирные игроки многие, что люди просто, как говорил великий Кот Спартак, который тут накануне в Сочи как раз выиграл турнир хайроллеров по 3000, поздравляю Андрея Котельникова с этой победой и 47 тысячами УЕ по курсу 55 в Сочи. Ладно. А вот, как говорил Кот Спартак, многие игроки просто лицом по клавиатуре катаются и случайно кнопки нажимают. Вот я решил попробовать играть по такому же принципу, не думать над своими решениями, а рандомно нажимать кнопки и смотреть, что где из этого может получиться. Ну, в общем, начало-то было хорошее, а дальше что-то оно как-то немножко проигрывать мы стали. Тус Валет я бы там выбил, наверное. Хотя, опять же, 42 тысячи у этого спортсмена, который опять показывает Тус Валет, выиграет очередной банк, то есть у него становится уже больше 50 тысяч, просто хорошо человеку складывается. Блифовать в него сегодня не нужно, прочее нужно собирать комбинации, и желательно сильнее, чем у него. Михаил, добрый вечер. У меня от всего и всего сообщества беттеров к вам просьба. При общении с руководством Покердом передайте просьбу, переделайте лобби для ставок, сделайте аналогично париматч. У них ведь сотрудничество. А то невозможно ставить, очень неудобно, а кэфы попадаются сладкие. Заранее спасибо и успехов. Максим Креатив обязательно передам. Раскрою маленький секрет, что на днях обновиться лобби в Покердоме, Покер на его части, оно станет гораздо удобнее. Я видел эскизы. Удобнее будет следить за кэш-игрой, удобнее будет видеть столы по разным играм, столы с высокими лимитами, а многим любопытно понаблюдать. Например, часто у нас очень здесь идет игра хай-роллеров на лимитах 3000-6000, но чаще все-таки на лимитах 1000-2000 рублей в Амаху хай-лоу. Женя Капельников там поначалу собирал составы, но сейчас и без него собирается. Я очень хочу поиграть в стат хай-лоу и не исключаю, что тоже в общем удастся игру собрать, когда люди будут видеть эту игру в лобе, а сейчас, чтобы увидеть, что есть стат хай-лоу, это нужно специально заходить во вкладку со стадом, открывать там, ну как бы случайно не увидишь. Ну что у нас здесь, против этого наш соперник мы переставляем и выставляемся. Не по каждой карте, правда, мне эта карта совершенно потерна, не нравится, у него в диапазоне есть руки типа Король Дама, Король Десять, который он также лидит. Ну конечно есть у него Дама Валет, есть у него Флэш Дро, а с другой стороны какие-то опции. Да, давайте ставить Аллы, ну как бы он чекнул, две пары он бы уже воткнул, а здесь, ну как бы Дама Валет он бы все равно не выбросил. Вот, так что, просто при таком СПРе, как бы у него за спиной было столько, сколько в банке. Михаил, в покер-доме, какие блайнды играете в No Limit Hold'em? Ну, поскольку мы со Стасом сидим за одним столом, явно он спрашивает не про то, какие столы сейчас. Вот Стас, это Anonym 6. Видимо, Стас очень хочет со мной поиграть. Может, это была замануха, да, такой подарок, чтобы меня сдачить на более высокие лимиты. Ну, я сейчас редко играю в кэш No Limit Hold'em. Я обычно играю либо Амаху Хай, либо Амаху Хайлоу собираю столы. И сейчас я не стал открывать Амаху Хайлоу лишь по той причине, что там внимательно нужно следить за раздачами. Банк делится, да, половину забирает, ставишь рука, половина младше. И, в общем, как бы для того, чтобы тоже поговорить, поотвечать, может быть, на какие-то вопросы, я все-таки решил остановиться на столах Hold'em. Ну, если играю, то вот 50-100, иногда 75-150. Хм, 100 рублей поставим. Выиграли. Как там Филатов? Ну, мы особенно не следим за творчеством друг друга, но вот сегодня здесь, в Сочи, мы встретили Толю с Димой, сыном его. Толи ехал в свой шестой корпус, мы с Лерой шли в свой восьмой. Вот. Можно сказать, познакомили Викторию с Дмитрием. Ну, как бы Виктория была готова к контакту. Дмитрий немножко застеснялся и закрыл крышу своего, в общем, кабриолета, на котором его катил Анатолий. В общем, Анатолий здесь в Сочи, уже играет вовсю. Но, как бы у нас соседние дневники на Джипси Тим, и можно почитать там о успехах Анатолия. Анатолий там регулярно докладывает. Ну, выиграли мы эту раздачу. У нас Эквити было неплохое, и был блокер на НАЦ. В общем, все здесь было достаточно стандартно, да, и можно это было назвать полублефом, но это к тому, что, как я говорю, да, Эквити у нас все равно было неплохое. Вот. Миша, открой Амаху лучше. Ну, еще раз вас призываю, кто хочет посмотреть Амаху, я, может быть, отдельно как-нибудь сделаю стрим по Амахе, только, да, чтобы не отвлекаться, и, может быть, свои ошибки разобрать. Может быть, два стола Амахи запущу, и буду всерьез там анализировать все свои действия. Оп. По флипах мы сегодня годимся. Нужно ставить префлоп Аллыны. Ну, в турнире не годились. Турниры 2 из 2 префлоп Аллыны проиграли. Флипы. Зато вот в кэше мы монетки потащили. Ну, вот оставим, наверное, да, мы 9. Нормальная рука против двоих. Практически против мини-рейза. Миша, а что ты ответил по поводу рублей на Sharkscope, а то отходил? Сори. Ой, сори, а я не ответил, Скайуокер. Вы, видимо, оговорились, хотя вы дважды пишите Sharkscope. Если речь про покер-дом, а, нет, перевели. Сейчас. Какой был вопрос. Sharkscope давно перевели на рубли? А, нет, видимо, здесь реально про Sharkscope вопрос. Ну, знаете, тогда я не знаю. Может быть, это просто сделали российскую версию Sharkscope и там... Я очень давно Sharkscope не открывал. Вряд ли вы опечатались, имели в виду покер-дом, потому что покер-дом как раз с рублей на доллары переходит постепенно, а его турниры у нас уже все в долларах. Вот. А если перевели Sharkscope на рубли? Ну, возможно, это просто версия для России, если такое есть. Ничего, к сожалению, конструктивного и интересного по данному вопросу ответить не могу. Миша, скоро с Куб. Будешь стримить миксом с покер-дом? Ну, я буду стримить обязательно серию G-Cube не так плотно, как Лебронька. Лебронька каждый день будет выходить в эфир. Может быть, я где-нибудь напрошусь к Леониду в гости, чтобы нам не пересекаться. Но несколько раз я обязательно делаю стримы, а у нас в рамках серии Global Cup of Online Poker. Расписание вы можете посмотреть, опять же, на сайте pokerdom8.com или можете посмотреть на главной странице Gypsy Team. Вот. В общем, там будут турниры с боинами по 200 долларов и все турниры с риэнтри, так что призовые будут хорошие во многих турнирах. Ну, хорошие относительно, да? Для кого-то хорошие призовые и 1000 долларов, для кого-то и 100 тысяч долларов. Общий призовой фонд кажется таким невысоким. Вот. В общем, G-Cube я буду стримить. Серию Scoop, скорее всего, нет. Здесь уже есть некоторые ограничения по контрактным обязательствам. Я, наверное, поставлю. Но я не знаю, как играет мой соперник. Но, во-первых, если это игрок как бы сильный, то валет 10, он бы должен был лидить на терне против меня. Если это игрок-любитель, то чаще доехавший стрит, он донкнет по риверу. То есть вот такое как бы полярное рассуждение. Да, я беру две крайности, по которым все-таки дама 9 здесь должна быть лучшей рукой. Потому что, опять же, повторю, хороший игрок валет 10 на терне бы залидил. Слабый игрок бы на ривере, купив стрита, поставил. Поэтому, скорее всего, это средний игрок. Может ли средний игрок здесь валет 10 играть? Ну, он уже здесь спрашивает. Арнак. Я в покере разок после этого видел. Нет, ну, чаще бывало. То есть когда человек уже заводит разговоры, как бы всем своим видом показывает, что он выбирает между колом и пасом. Наверное, пару раз в жизни я видел, что человек после этого играл чекрейс. Но чаще всего, как бы, выбор идет между колированием и отправляем карт в пас. Ну, и судя по этим вопросам, что там было? Дама валет меня вскрыли? Не знаю. Король? Не знаю. Но мы выиграли, добрали. И это хорошо. Ну, а здесь я от УЗОВ переставлял. Все-таки это кэш, глубина 100 блайндов. Я не полным, не том сижу. Как бы, то есть вполне возможно, что из этих людей никто не смотрит стрим, но в любом случае открывает здесь много рук, и поэтому переставляю тоже. Ну, и Лека, который сейчас вроде как не стримит, а он постримить тоже любит. Закрывать мне здесь придется, потому что ставит ALN 9 блайндов, и там есть руки даже слабее. Со многими руками я играю монетку. Ну, конечно, да. Вот, не успел о это договорить. Конечно, я бы закрывал, если бы Валерий не нажал кол. Но после кола Валерия, то есть про диапазон Валерия у меня строго процентов 35-37 я спокойно выкидываю. Там могут быть и премиумы. Ну, собственно, они и оказались. А здесь, собственно, были две шестерки, которые бы мы тоже не обыграли. Так что, в общем, все хорошо. Ну, вот Стас решил заходить по все мои рейзы 3 бета. Видимо, дело принципа уже. А мы, видите, в доску вообще не попадаем. Вот, но если бетить, как бы здесь я не вижу смысла в двоих. К сожалению, еще одна плохая карта. Вот, не могу здесь по ней ставить. Ему придется просто сдаться. Хотя можно попробовать от Хироуку... А, ну все. Если бы аноним 3 выбросил, я бы, может, одну улицу от Хироукулил. Но проблема опять этой руки, что у меня по Риверу, ну, там, 4 аута на усиление. Тузы и дамы не червовые. И, как бы, восставка часто придет. Вот. Ну, как бы, по этой карте я бы вскрывал, конечно же, Стаса. Анонима 6. Он пошел рассказывать, что у него что. А может, он просто увидел, что там вот идет такой блокинг-бет и красиво сыграл, выиграл оппонента блефом. Ну, все, видите, здесь вот мы выиграли 10 тысяч. Первую же раздачу. Где нам подарили из них примерно половину, а то, может быть, и все. Но после этого все раздачи на постслопе я проиграл. Ну, то есть вернулись к тому, что имели. Вот, имели. Вот. В общем, скуп стримить на 99% не буду. Ну, может быть, в каком-то случае мне разрешат сделать исключение. Может быть, какую-то отдельную сессию я постримлю. Мишка, добрый вечер. Как ты выбираешь страницу в Инстаграм, на которую подписываешься? Михаил Щелкунов спрашивает. Да, вот так. Ну, в принципе, здесь он ничего плохого не сделал ни на одной из улиц. И ривер он тоже ставить не может. Все стандартно. Вот открылся на вот такой хороший гадшот на терне. Ну, обычно я подписываюсь... Кто-то кого-то упомянул. Где-то я по какому-то хэштегу открыл и увидел страницу, которая мне понравилась. То есть, кто-то мне написал комментарий, открыл страницу и увидел. Вот. Недавно я решил попробовать одну программу, которая, в общем, лайкает и... Ну, как бы предлагает мне там какие-то подписки. Ну, вот она автоматом там начала подписываться на разных людей. В общем, я ее отключил и понял, что лучше собственными усилиями. Ну, в общем, иногда как бы смотрю теги покер, еще что-то. Иногда просто, когда нажимаю поиск... Ну, бывает, вот я хочу посмотреть там... Я знаю, условно говоря, там не заходил долго в Инстаграм, хотя сейчас я захожу практически каждый день, но там зашел, выложил фотку и все. А бывает, хочу там посмотреть, что Артур нового выложил. Я захожу, нажимаю поиск и прежде чем набрать там артпокер, я просто вижу список, он мне автоматом предлагает, ну, как бы интересный, на взгляд, Инстаграма. Ну, а там же тоже, грубо говоря, он смотрит по тегам, поинтересам, там по локациям предлагает какие-то локации. Открываю и смотрю. Вот, и тоже на кого-то нередко подписываюсь. Миш, не знаешь, во время Кубка Конфедерации в Сочи турнирчики ли серии будут какие? Хочешь ли футбол посмотреть и заехать покатать? Я абсолютно не слежу за спортом, поэтому мне сложно сказать... Я не знаю, когда Кубок Конфедерации, наверное, летом. Но суть в том, что легко дать ответ, что, скорее всего, будут, потому что сейчас, ну, буквально одна серия за другой идет в Сочи, и все расписано, ну, на весь год вперед. Там перерыв. Так, ну, мы открыли такую руку, получили, а ЛН 9 блайндов должны закрывать. Ну, блин, че ж тут постоянно тузов показывают? А, ну, видите, вот тузов мы здесь закалечили. Монетки мы не могли выиграть на префлопе в турнирах. Вот, зато закалечили. Небольшое мое квите. Ну, вот мне в скай пишут вопросы. Михаил, Михаил, вы едете на Алтай на текущую запланированную серию? Ну, ладно, сейчас отвечу, что не еду. Ай, шрифт не переключается на русский. Так, человек уже злится, да? Ну, да, калечить надо молча. А я просто не могу переключить шрифты. Что там, надо всегда? Ой, не могу переключить язык. Сейчас в скайпе переключу. Бывает, мне так макключит, нужно через скайп переключить. Вить! Вообще, наверное, можно было здесь выкидывать. Там, скорее всего, фул. Нет? Ну, там девятка, тут короли. Нормально, ребята, все сыграли. Вот, у меня, кстати, аутов было. Такс. Вот, так что даты Кубка Инфедерации я не знаю, но сейчас серия в Сочи идет, следующая будет в мае, потом уже точно серия стоит в августе, по-моему, стоит серия в сентябре или в октябре. Ну, как бы очевидно, что больше месяца перерыва здесь все равно не будет. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что пересечение определенное произойдет. Но, может, и не произойдет. У тебя как-то раньше картинка столов больше кадров выдавала, плавно все было, сейчас как-то дергано грубовато. Вы знаете, странно, наоборот, мы сегодня, вот я уже похвастал, что интернет здесь отличный, у меня подключен через шнур, опять же, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Вот, а мы, наоборот, поставили как бы большее, лучшее разрешение. Ну, и вроде как бы мои друзья, коллеги говорят, что сегодня все гораздо лучше, картинка приятнее, более плавная. Может быть, у вас как раз интернет не дотягивает. В смысле, это не предъява, не объявление, но это одно из моих предположений. Михаил, вы в слоты играете? Нет, не играю. Миш, привет, я твой тысячный подписчик, удачи тебе. Да ладно, и да есть же. Спасибо, спасибо, LobbyBoyTV. И тебе удачи, да. Миш, в покердоме можно использовать покерные софты? Нет, Адильхан нельзя, об этом постоянно говорится. Многим игрокам регулярно, очевидно, в первую очередь, это не нравится. Вот, любителям одним нравится, другим нет. Чаще нравится, чем нет, потому что многие даже не знают, а когда узнают, им не нравится, что профессионалы. Что профессионалы пользуются не тоже запрещенными, но некоторые запрещенными пользуются. В общем, использование вспомогательного софта, оно прямым способом как бы невозможно. Кстати, поэтому вот и ввели анонимные столы тоже, чтобы бороться с теми, кто использует специальные программы, конвертеры, крякнутые, которые сделаны для того, чтобы трекать, сохранять раздачу в покердоме. Но постоянно вот таких игроков выявляют и банят. Очевидно, ну вернее, скорее всего, я думаю, что не всех банят, да, и появляются новые игроки. То есть не всех сразу банят. Но что за карта отвратная убила мне все, эх, эти руки. И блефовать я не хочу по такому терну. Можно попробовать поставить, как бы, из серии. Хотя, ну там, там туз хай почти всегда, как бы, все остальное там бы пробовал блефовать. А, вот так. Это забавно вышло. Никто из нас не хотел блефовать. У меня, правда, стоял нот, что игрок-любитель. Вот. Вот, да, все не в ту сторону. То есть как раз здесь хорошая ситуация у него была для блефа, и я сдался. Вот, но поделили, забавно. По шестерке хай. Все посмеялись. Очевидно, что у нас на двоих по криверу за этим столом была, я думаю, худшая комбинация. Ну, там, у кого-то 4 хай могло быть. 3 хай. Ниже 3 хай иметь невозможно. А, нет, можно. Пара двоих бы здесь 2 хай. Представлял бы из себя. Вот. В общем, да. Борются, банят. Как только выявляют, сразу закрывают. Тех, кто использует запрещенный софт. Михаил, подскажите, как играть на средних лимитах, если банкрол не позволяет, а на микро играть невозможно. Здравствуйте, Андрей. Почему невозможно играть на микро? Если речь о том, что не хватает мотивации, я готов это понять, принять и посоветовать вам, ну как, найти какие-то варианты. Все-таки выделить себе банкрол побольше. Вряд ли вы сможете найти бекера. Вот. Ну, окей, может быть, более агрессивный банкрол менеджмент. Да, как бы, ну, играть тогда средний лимит, если не интерес. Потому что вы играете без мотивации, а смысла в этом, конечно же, очень мало. Это минусово очень. Вот. Если вы невозможно, вы подразумеваете, как часто любят игроки писать, что, блин, да на этих микролимитах люди ставят аллы на любой другой, там блефы не проходят, у них какие-то абсолютно неадекватные диапазоны и так далее, то играть, собственно, можно с такими игроками, играть с ними плюсовой. Как раз у нас в покердом игра зачастую на высоких лимитах, на средних лимитах. Она как, там, на тех же старзах, на микролимитах. Вот. Под нее просто нужно подстроиться. Ну, условно говоря, сидит, человек ничего не выкидывает. И вас раздражает, что, там, один раз он, там, шел, платил, там, по какому-то гадшоту, там, зашел, там, открыл 7-5 разноматный, заплатил 3 бет, и на доске 9-8, там, 2 с нижним гадшотом проплатил вам 2 огромные ставки, а по риверу им купил шестерку и, в общем, ну, закалечил ваших, там, тузов или закалечил сет. Вот. Окей. Ну, как бы, ну, в следующий-то раз он же вам с этим гадшотом все проплатит, как бы, 2 улицы, а по риверу поймается в 1-7 и заплатит. То есть, опять же, значит, против этих игроков вам нужно, там, упрощенно говоря, как бы, сужать диапазоны, там, переставлять крупнее, чтобы выкидывали, еще что-то. То есть, опций много, но в любом случае они совершают ошибки, и с этих игроков вы будете наживать. Так что, если дело в том, что, как бы, непонятно, как обыграть этих бесшабашных соперников, ну, это неправильная мотивация. На, как бы, в игре с более сильными оппонентами вам будет еще сложнее. А если речь о недостатке мотивации, ну, что делать, значит, играете дороже. Ну, что, дамы, товарищи, дамы, восьмерки. Ну, все равно тут, как бы, никто нигде не мог добрать. Все равно бы мне ничего не оплатили бы по выходу короля. Может, был бы там пытаться что-то выбить, дам, например, но, ладно. Михаил, нужен бэкер, в оффлайне неплохие результаты, но в Сочи все равно дорого ехать. Пишет Аль Пачино. Здравствуйте, Аль Пачино. Если в оффлайне результаты неплохие, значит, нужно искать бэкера в оффлайне. Ну, те, кто вас знают, вполне возможно, возьмут у вас долю. Так-то люди смотрят, ну, нужно показать результаты. Ну, как бы, если они публичные, там, на хенден-мобе, неплохие результаты в оффлайне, то, я думаю, бэкеры выкажут определенную заинтересованность. Вот, ну, а иначе, как бы, собственно, не знаю, где найти бэкера, а за себя скажу, надо мне, кстати, в дневнике ответить. Вот, там, хороший человек, но он везде написал, что там хочет немножко долей продать в Сочи. Я не ответил, просто не добрался после стрима, доберусь, отвечу. В общем, лично я с бэкингом полностью завязал. Был у меня и позитивный опыт в определенный момент, и очень негативный, в первую очередь, с национальной точки зрения в другой момент. Вот, но я сейчас бэкингом не занимаюсь. Что нам делать в турнире? Ну, Сильнов делает маленькую ставку, Дойер его перекручивает. Как бы, вообще непонятно. То есть, у Сильнова здесь понятно, что ничего нет, но у Дойера, может быть, ну, наверное, я заплачу, как бы, и определюсь дальше по терну. Ну, потому что мне не хочется ставить алл-ин здесь, но мой кол, видишь, еще восьмерка вышла, он может, как бы, ну, напугать. То есть, Дойер здесь уже не поставит без руки хуже, чем туз-дама. Я так думаю. Что, если там туз-10 какие-нибудь будет противно, но ему тоже тяжело. Ну, как бы, он ставит алл-ин. Может ли быть флэш-дро? Ну, опять же, количество возможных флэш-дро уменьшается наличием туза. У меня, бубнового, точнее, может быть, король-дама бубновый, но как-то это слишком оптимистично запихивать. У него вполне, может быть, сет семерок, сет четверок. 5-6 у него вряд ли есть. Ну, как бы, Дойер это регуляр покер-дома, тайтовый, аккуратный. Поэтому, ну, как бы, вот что я здесь бью? Я бью здесь только туз-10 у него. Король-дама бубновый, я сомневаюсь, что есть. Но там легко ему казаться две семерки, ему казаться туз-дама. Туз-король в таких стеках он бы переставлял. Наверное, да. Тогда почему мы проигрываем? Там есть тот же самый туз-валет. Ну, есть сет семерок, есть сет четверок. Есть туз-валет. То есть, там точно нет туз-10. Наверное, нет туз-король. То есть, грубо говоря, там есть туз-валет, туз-дама, сет семерок, сет четверок. Получается, что я только с одной рукой делю. Ну, может быть, еще есть король-дама у него бубновые. Ну, как бы, минусовый здесь кол. Поэтому я выкидываю. Вот. У сильного, видимо, какой-то там флэш-дро было. Так что, скорее всего, мы не увидим руку Дойера. Но я думаю, что я хороший пас делал. Особенно против диапазона. Да, не узнаем мы, что там было. Ну, может быть, Алексей, не помню, помню, есть в скайпе. Может, мне напишут, потом интересно будет, альный пас или нет. Правда, не факт, что он стрим смотрит. Скорее, даже нет, чем да. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер, Айнур. Не зовите меня в 8 игр. Хотя, так, как я здесь оказался, наверное, я рейзил. А мы сыграем от чека. Хотя на ним 6 проек нас ничего не выбрасывает. Но на наш чеке он действует обычно довольно активно. Так. Аноним 3 пошел в наступление. Так. Вот такая вот загогулина. Ну, вот сыграем от чека. Ну, я думаю, что анонимы 6 я бью. Поэтому мы калируем. А, ну, красавчик просто. Отличный кол был на терне от него и купил, в общем, ну... Купил мифические ауты на ривере. Ну, так бывает. Ну, две восьмерки там тоже могли быть. Но, опять же, учитывая, как он играет, он бы, наверное, все-таки... Порезал бы на терне, порезал бы. Мы скрыли силу своей руки. Но зато, видите, нам в хедзапе тузов воплотили по полной. Потому что мы еще не добрали на ривере. Еще раз нам сдали тузов. Правда, такая доска, на которой... Много не выиграть. Можно много проиграть. Ты сам едешь в Сочи на Покер Старс. Не знаю, кстати. Я поеду с большой долей вероятности на мировую серию покера. Она там очень рядом по датам. Поэтому есть приличная вероятность, что я... С другой стороны, в России серия крупная. Посмотрим. Не знаю. 50-50. Если по поводу Вегаса, наверное, где-то 80 на 20, что я поеду. Все-таки святое. Плюс, ну, не секрет, я очень люблю лимитные разные игры. Не только лимитные, просто разные игры. Та же Put Limit, Omaha, Hello. И пропускать мне очень печально. Там, мировую серию покера. То, как бы, просто серию по турнирам с безлимитным холдом не могу себе позволить. Смотрите, Мишастрим там можно в руки увидеть? Задержка 3 минуты. В этот же момент Уилсон надолго задумался. Но выкинул. Ну... Я думаю, что он реально просто думал над ходом, а не над тем, чтобы посмотреть мои карты. Ты сам-то плавно и грациозно двигаешься. Ну, ладно, пофигу. Ну, опять же, мы проверим все, но больше жалоб нет. И как раз Дима, наоборот, Лилит сказал, что сегодня все очень хорошо. Мы сегодня позволили себе гораздо больше с точки зрения на стрим, настройок. Здравствуй, Миша. Большой твой поклонник и комментатор. А в покердом можно играть из Украины? Виталик, добрый вечер. Да, можно. Но там есть определенные нюансы. Опять же, напишите в supportsobakpokerdom.com или на форуме почитайте тему. На форуме задайте вопрос, джипсетим в ветке покердома. И вам обязательно дадут квалифицированные ответы, скажут, что для этого необходимо сделать. Так, это я все на YouTube зачитывал. Возвращаюсь на Twitch, почитаю там. Потом опять на YouTube пойду. Да, тут уже много набежало. Михаил, привет, побольше видеоблогов снимай. Привет, Калис, 1989. Спасибо. С удовольствием. Надо только свои комплексы побороть. Я уже не раз про это говорил. Выглядит странно, да? Человек работал там много лет комментатором, ведущим, шоуменом работал там на баскетбольных, волейбольных матчах. Но вот реально я комплексую, реально стесняюсь с камерой ходить, у людей что-то спрашивать. Притом, что не раз-то делал, да, когда работал с журналистом. Так, ну вот такая доска. Как часто здесь будет изолеет с парой семерок, с парой птерок, с парой шестерок. В принципе, эти доски даже в кэше, таите руки, нет смысла. Рейзить с малого блайнда на лимб. Как бы лучше доставить и против двоих поймать сет и добрать. Поэтому как бы я буду ставить канбет в эту доску. Ну, 9-8. 8-7. Ну, окей, поехали. Ага. Вот так я неправильно прочитал, да. Ну, 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 ну. Сидел, набивал, 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 да. И вот сел только человек, сыграл рейс 3-4 с малого блайнда, рука с которой, ну, блин. Мягко говоря, не обязательно это делать, потому что с малого блайнда еще. И заколил огромный трибет. Ну, и сразу же наловил как бы на цулю. Ну, да, да. Это вот к разговору об игре, да, как бы микролимиты. Вот то, о чем я вам рассказывал. Как играть против таких спортсменов, еще что-то. Но ведь потом же этот человек, как бы, вот, сыграв еще ряд таких раздач, он все равно все раздаст. Вот. Другое дело, что один такой банк, ну, как бы на 300 долларов банк сразу уехал. Ну, в общем, хорошему, сильному спортсмену. С другой стороны, как бы, ну, на стримах у меня это обычная ситуация. Хотя вне стримов тоже обидно очень. То есть, я, как бы, ну, адекватно оценил, что сетов там быть не может. Ну, не должно. Ну, у нормального человека. Я же, правда, не знаю, правда, человек сел, как бы, ну, человек, наверное, нормальный. О, здесь вот такую руку против меня не выкинул. Ну, здесь-то любитель, к нему вопросов нет. Ну, там, как бы, садится человек. Наверное, рек, да, потому что, как бы, делает рейс. Ну, куда ты платишь там с 3-4? Окей, красавчик. Молодец. Ну, и опять же, заплатил. Да, ну, почему нужно открыть такую доску, где я не вижу, сетов, как бы, быть не может. С 3-ты. Я про 9-8 подумал, что теоретически возможно. Ну, был еще 3-4. На, да. И просто сразу на тебе, Алым. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, как оцените игру Тимофеева на финальном столе? Ну, мне не понравилось. Я честен буду. Опять же, ну, как бы, когда мы болели за Дениса и во время игры, я что-нибудь не был смысла отвлекать. Ну, в ряд был ошибок, там, об одной я писал. Илья все правильно квалифицированное от своего лица сказал во время стрима, что, конечно, там была раздача, когда... Ну, не все смотрели, поэтому скажу, что 4 макс, Денис делает рейс с 9-10 разномастными, 4 макс. И с малого блайнда, самый слабый игрок, абсолютный любитель, с астеком 22 блайнда, играет 3-бет, 3-х. Ну, вот подумайте сами. Как бы, может у него там быть туз-дама, может быть там туз-король. Ну, никогда. То есть, это финалка и слабый игрок-любитель. То есть, когда он со стеком 22 блайнда, с малого блайнда, без позиций, Чапака, да, Денис был Чапак, агрессивного, который ничего не выбрасывает, переставляет из стека 22 блайнда не алыном, а как бы именно 3-х. Ну, там две руки, ну, редко три, редко там еще есть дамы. То есть, там либо короли, либо тузы. Иногда две дамы. Там никогда нет туза короля, нет туза дамы, нет других рук у этого человека. Там уже играл, считай, этого аккуратно. Вот. То есть, зачем здесь под этот 3-бет заходить на 10-9 разномастно? Это просто грубейшая ошибка. Там простейший пас был. Открывает флоп дама 10-8. Человек делает ставку продолжения. Окей. Ну, положили мы ему туда в диапазон, еще придумали туда туза короля. Ну, против туза короля у нас там, ну, чуть лучше, чем монетка на доске дамы 10-8. То есть, там получается 10 аутов 40 копеек там. Плюс еще катящиеся... Нет, катящиеся нет, потому что у нас десятка совпадений, а не девятки. Ой, не восьмерки. То есть, как бы 4 валета, 3 туза, 3 короля. То есть, окей, если там туз король, то мы выставимся в 40 копеек. Если там короли тузы, мы выставляемся... Ну, сколько мы там поехали? Там копеек 30. То есть, там можно по математике насчитать себе примерно около нулевой кол. Ну, как бы... Ну, то есть, даже по математике нельзя насчитать. А к тому же, по этому оппоненту всегда понятно, что там тузы или короли. Это очень плохая раздача, где Денис потерял миллион 100 фишек. Ну, короче, он потерял процентов 25 стека, утратил чип-лидерство, отдал там пальму первенства с Марону. И Кенни там смог уже давить и, в общем, как бы реализовать свой перевес. Далее абсолютно... Ну, она маленькая была раздача, как бы ни на что не повлияло. Но мы открыли... Мы, Денис Тимофеев, Флэт, открыли с Баттона в 3 макс уже, будучи одинаковым стеком с тем самым нашим товарищем. Как же его зовут? С тем самым гилом, да, как раз. Ой-ой-ой. Здесь восьмерки пас, а здесь как сыграть девятки. С одной стороны, очень плюсовый спот, да, ну, как бы... Учитывая наличие вот этого малыша, анонима-1. С другой стороны, ну, блин, против этого, анонима-1 у нас... Анонима-1 глубокий стек, но, может, он так быстро тузов королей заколил. Главное, что анонима-6 здесь, ну, как бы мы вонетку поедем. Поэтому, ладно. Заколировали, по флопу спокойно сдались. Флоп явно не наш. Вот. Короче, в 3-макс мы с баттона открываем 2-4 мастевые со стеком 36 блайндов, что ли. При том, что такой же стек чуть меньше у гила. Ну, да. Король дамы туз валет. Ну, в общем, сэкономили по факту. Хорошие у нас два оппонента. Просто жалко, что 20 тысяч почему-то достались человеку, который... Ну, так же, как я сегодня стараюсь. Просто кататься лицом по клавиатуре и случайно нажимать кнопки. Открыли 2-4, положили флоп по лет 6-8. Этот флоп еще и засебетили. Когда на этой доске, ну, ничего там, практически, смород не выкинет. Вот. В общем, ну, главная ошибка, что при флопе. Вот таких шероховатостей, ну, таких грубых ошибок, как 10-9, у Дениса больше не было. А вот шероховатости типа 2-4. И другие руки там вот даму 8 и плохо разыграли. Но я не буду все раздачи пересказывать. В чем нельзя отказать флету, это в его бесстрашии. То есть он просто молодчик, играл очень смело, играл в свою игру, которая вот такая вот вся разухабистая и так далее. Но чисто с технической точки зрения, стратегической, конечно, вопросов много. Другое дело, что в итоге вылетел Денис, проиграв монетку, две десятки в туз-король. Причем проиграл ривером, там, к риверу докрутили стрита на туза. Вот. И поэтому обидно, да. То есть выиграл он эту монетку, он бы перехватывал лидерство. И все нагло бы закончится иначе. Ну, как бы. Если бы да кабы. Это немножко из другой оперы. Ну, там дама может быть, поэтому проколем дважды. Скорее всего, там какая-нибудь десятка окажется. Может, там восьмерка вообще. Может, тоже девятка. Дважды он ставит мало, трижды он ставит мало. Да, десятка оказалась. Ну, мог я, наверное, выбить его большими ставками, да, у этого любителя. Но, опять же. Я думал, что там, может быть, и Дойер что-то написал по нашей раздаче. Нет, другое не обсуждают. Так, надо бы фишек докупить. Сейчас. Сейчас в турнире переставим. Докупим фишек. Это понятно. Стандартный флоп для Тус Короля. Тут мы нигде не выкинем. Это уже как бы не обсуждается. Калируем. Смотрим на 9-10. И, конечно, опять же, награда нашему сопернику, который блестяще сыграл, поймал для себя идеальный флоп, когда у меня нет паса. Ну, и задвинул. И тут же купил свои 6 аутов. Ну, как бы, да. Это опять, да? Вот опять. Возвращаемся к тому, о чем вы говорили. Не могу играть на микролимитах. Ну, это не микролимит. Это турнир за 40 долларов. Это как бы хороший средний лимит. А для покердома высокий. Вот здесь люди продолжают кататься. Лицом по клавиатуре и обыгрывать нас. Обыгрывать, обыгрывать. Ну, в принципе, в этом турнире мы уже выиграли 10-8 в 2 туза. Но мы там поставили 5 тысяч из 33. А здесь мы проиграли 21 тысяч. И у нас за спиной осталось ненамного больше. То есть, как бы, ну, есть разница. Обидно каждый раз такое получать. Или вот две дамы в 3-4. Блестяще сыгранные. А какая у этой сказки мораль? Морали нет никакой. Один родится пернатым. Так, что? Ладно, сейчас. Не получается пока что-то докупиться. Хотя, денежка есть. Еще докупимся. Да, долго я рассказал про Дениса. Вот, в общем, закончил с этим. Михаил, вы будете играть юбилейный Сандэй Милин? Я даже не знаю, когда он. Я играл вот в это вот в воскресенье. Большую сессию. Меня там буквально... Ну, как большой? Я загрузился. И там через 3 часа уже стоял минус полторы тысячи. И больше грузить не стал. Вот. В воскресенье, как я всегда говорю, у ГСЧ везде заточено. Ну, в общем... Я это в шутку, понятно, говорю. Если бы я в это верил, я бы не играл. А сам нигде. Ну, в общем, в воскресенье просто такие причуды. Ну, отчасти это связано с тем, что в воскресенье... Вот то же самое я в прошлом стриме отмечал относительно покер-дома. Я в шоке просто от количества бэтбитов здесь. А с другой стороны, я понимаю, что это связано с тем, что на покер-доме, ну, очень много игроков-любителей, которые делают просто грубейшие ошибки. Поэтому здесь гораздо больше ситуаций, когда ты играешь, ну, там, выставляешься сверху против той руки, которой там не должно было бы быть в раздаче. И что-то тебя калечит, калечит, калечит. Просто адекватные, как бы, соперники не будут такого делать, ну, в адекватной игре. И поэтому так. И вот то же самое относится к воскресеньям, да, там, на тех же Старзах. То есть просто тебе показывают те руки, которые, ну, ты так смотришь из серии в ад, что... И там бам-бам-бам, 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 и хоп-хоп-хоп, и везде тебя быстренько почикали. И ты грустно ушел кушать мороженое. так, ну хочется хоть раз провести стрим плюсовой нет, ну не так уж много их проводил и там 50-50, но как бы знаете фу-ть-фу-ть-фу в покер дом я играю в хороший плюс а как начинается стрим ладно, я не буду тут отвечать привет а то все тут будут знать, что это Михаил вот он М4 знает, что это Михаил здесь мы решили тут сдаму разок с 17-блайнами уже расширить и поймали такой неалешный флоп а какой сейчас сурсайт покер дом опять похоже все заблокировали ну вот покердом 8.com точно работает www.pokerdom.com цифра 8, pokerdom8.com я открывал буквально там несколько минут назад а что касается ну 1 на 1 я подколю как бы посмотрим дальше в принципе опять же ссылки стоят редиректы, то есть клиентов хватает так, ну что-то у нас через 3x открываешь ну плюсовый очень спот у нас 20 блайндов, монобата нехорошая рука то есть здесь надо уже рестилить так задумался лоботомит, но он писал, что у него много столов так что может быть дело не в том, что там сложное решение а просто в том, что еще не дошел до нашего стола нет, все-таки реально думал над решением а может быть изображал, что думать над решением может и одно другого не скучает а может реально было много столов думал над решением ну как бы стандартный кол от него в принципе против в этих позициях по 20 пб на все раз повезло первую монетку мы здесь выиграли спасибо так ну как бы баттен против вб я впереди по этой карте я поставлю потому что у меня в диапазоне много рук типа там 7-6 6-5 у меня есть четверка, у меня есть восьмерка есть гадшот у меня есть руки типа там 9-7 вот поэтому как бы ставим конечно ему тоже могло бы что-то доехать но опять это кэш хороший игрок здесь должен баррель с флэш-дроп пошедшим по терну вот а здесь как бы ну могла семерка доехать может у него быть рука типа тус-7 тус-7 здесь надо вскрывать потому что я ставлю там и 7-6 и 7-5 вот и четверки могу поставить ну похоже там просто полтус-хай а может быть какая-нибудь пара пятерок как скачать покердом заблокировано все ну сейчас все румы блочат и не только румы есть с этим проблемы ну у меня опять он претензии Миша-Миша хоть скрывали бы что ты про покердом я очень часто слышу в свой адрес здесь что там а-а-а как ты играешь чего ну я уже объяснил что там из король валет рестил хороший тем более инста фолдболу Григорьевича мы видим какие руки Григорьевича играет это плюсовый рестил как бы я сильно впереди его диапазона вот есть хорош фолдэк да и рука у меня как бы я не 5-6 там разные пихаю то есть если я получаю кола двух десяток двух девяток то как бы уже плюсово по фишкам я выставился вот играю монетку вот так едем дальше вот так же как сочетать покердом ну ссылки есть постоянно есть у нас хорошие ссылки по-моему сегодня Мивизас анонсировал что будет играть серию и ставил туда ссылку с редиректом то есть по которой обязательно откроется незаблокированный сайт ну или загуглить можно или опять же напишите support.sobaka.poker.com я постоянно даю контакты наша служба поддержки можно позвонить вам дадут рабочую ссылку а ну или да вот правильно люди подскажут напоминают мне совсем с головы выпало сейчас vpn надо устанавливать вот блокировку сайта ну как бы эта проблема не только с покердомом такая что делать наше правительство считает что ставки там можно ставить где как я когда сравниваю игру букмекерской конторах и покер я всегда говорю что а в чем разница в букмекерской конторе ты вкладываешь деньги в исход событий основываясь на своих знаний ну при этом ты никак не можешь повлиять на исход событий ну мы не берем там каких-то сейчас я в чате отвечу так здесь мы сейчас запушим а то у меня такое бывает начинаю писать в чате что кто-то неправ но я хочу написать человеку что он прав просто подложить играть хедзав ох ты переехали 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 так я хочу не отправился ой господи ну что ж такое ой и здесь хотел и здесь хотел кол нажать ну в такой глубине ну ладно хотя блин дабл были было бы ну вот это в стрим выбывает так надо все-таки написать человеку что я готов играть хедзап ой ну вон четверка на риве все мое так в общем vpn много разных приложений и предложений поэтому посмотрите скачайте есть рассылка от покердом как установить vpn ну и опять же без этого сейчас никуда да это все я начал говорить что в векмейск конторе вы вкладываете деньги делаете ставку основывается на своих знаниях но никак не можете повлиять на результат события в покере вы делаете ставки основывается на своих знаниях бла-бла-бла но при этом можете повлиять на исход игры да здесь есть элемент везения который например при ставках он гораздо ниже ну понятно конечно флоп с тузом когда у нас короли сыграем от чека удвоим сейчас лоботоми или не удвоим просто заберем шашки в этом смысле теперь мы уже ставим теперь уже скорее всего мы впереди здесь мы ставим all-ins нам и 10 здесь разные опции есть наверное наверное я от бета сыграю потому что могу получить кол от десятки так и происходит ну там валеты могут быть дамы то есть я редко получу ну вернее могу получить пуш плев но флэш-дро там все-таки чаще меня по флопу поставят вот быстрый кол на терни понятно что есть тузы но тузы меня уже не порезит ну кроме фулов вот так что так что вот так что всю жизнь мечтал отолынить Семина фиг вам не буду даваться поэтому я не понимаю абсолютно логики почему ставки можно делать а покер играть нельзя сейчас могут меня и отолынить у меня две пары у нас якобы 10-9 может мы своруем а там туз может быть там туза не оказалось Михаил в Сочи надолго тормознулись Стас мы здесь уже два месяца пошел третий но вот в наших планах здесь до 18 апреля пробыть но изначальные планы были оставаться в Сочи до 20 марта после чего мы вчера перебрали эти горки город из Адлера здесь погода сильно отличается но в принципе она в целом в регионе немножко ухудшилась но скоро потеплеет здесь зато есть магазины здесь жизнь вокруг так что здесь нам тоже нравится посмотрим Алин с двумя семерками Михаил хотелось бы уточнить по майской серии есть ли полное расписание со всеми боинами будет ли турнир по Китаю налоги на выигрыши Максим сейчас секунду разыграем тут пару королей пару семерок раундно разыграем против пары троек кстати необязательный кол в этих позициях в этих стеках то есть у меня нет руки хуже ну то есть в чем проблема кола с двумя тройками что ты всегда играешь либо монетку либо у тебя 20% то есть у тебя меньше 40% против диапазона а ну как бы пуш-то все-таки 17 блайндов сейчас разыграю королей и отвечу по поводу майской серии ничего я не знаю про своего оппонента в принципе здесь и с тузами может быть кол 4 бета и с какими-то творческими руками мог быть валеты да мы я думаю поехали бы ну как бы мы просто поставим аллын не усложняя жизнь себе изображая что у нас туз король что если она заколила рука а ну да все-таки тузы ну все стандартно неинтересно сколько веревочки не видится да в этом турнире мы и тузов обыграли здесь 8 и монетку наконец выиграли вот но к сожалению сдали королей в тузов где отскочить было очень сложно ну как бы если я что-то знал про этого оппонента все равно там спр единицы там есть и туз дамы есть туз валет особенно как я говорю у наших спортсменов так что гг ну там может было но опять же это ни о чем не говорит то есть в такой глубине кол 4 бета с тузами в нынешних реалиях это не всегда уже как бы скажу так единственная там верная игра и не всегда самая плюсовая игра вот так правильно ответить что касается майской серии то расписание по-моему должно быть в интернете ну сами понимаете я представляю покердом и как-то подробно рассказывать мне было бы не совсем правильно о серии которую проводят другой рум пусть и в городе Сочи более того я главное ничуть не погреблю душой если скажу что я реально не знаю всех деталей но знаю что расписание по крайней мере основных турниров есть в интернете и можете на том же сайте джипси тим его найти что касается налогов на выигрыш это больная тема сейчас вот горячее обсуждение да там решили устроить показательную порку хорошему игроку и отличному человеку Миши Лохитову но я тоже не буду сейчас долго про это рассказывать если вам интересно почитайте тоже на джипси тим есть тема в топе по данному вопросу ну а как бы официально что касается серии турниров кэша в Сочи никакие налоги на месте не удерживаются данные какие-либо куда-то специально не передаются но понятно что касерия крупная имена все указаны они будут в прессе сюда как раз на днях приедет ряд средств массовой информации наших спортивных так что здесь уже сами смотрите оценивайте риски ну давайте логически рассчитать какая рука если может нашего соперника оказаться туз у него может быть может он чекнуть на терне может девятка может быть наверное он бы ставил на терне шестерки пятерки четверки он так ставить не будет дамы валеты я иногда выбью но как бы ну редко при этом дамы валеты здесь небольшую ставку заплатят большую ставить я не готов так что сыграем от чека и что мы знаем про алекса ничего особо не знаем знаем только что любитель ну валет 10 десятка могла тоже доехать 10-8 десятка доехала то есть с другой стороны эти руки по логике должны чекать на ривере но как бы ставку сделать тоже могут тем более нам кажется что за нет но и флоп он заплатил мою ставку поэтому сдался 6-8 тоже наши спортсмены любители любят играть так три турнира у меня осталось ну как-то я не буду пока там добавлять лишних столов собственно тоже долго сегодня вас задерживать не планируешь никакой день недели то у нас вообще потерялся здесь мы кстати алын спокойно ставим кулемка открывается широко а кол отвелся на это мертвые деньги там никогда сильной руки не будет ну там пара может оказаться но окей для меня против пары плюсово поставить и то он сейчас уже стройками закрывать не будет потому что для него здесь кол на полстека вот поэтому в банке лежит там 20 процентов 25 процентов нашего стека мы ставим здесь мы валет поймали коллируем много дров ну к такому риверу как бы спокойно сдаемся если будет ставка у меня в диапазоне кстати есть туз пиковый могу подумать еще и над тем чтобы блефануть но опять что мне блефовать смысл здесь пику я не выбью оппонента но если он чекнет если он поставит то как бы ну да ну смотрите пику я не выбью он заплатит а даму я только выбью без пики но у него есть король 10 10-9 опять же какие-то другие руки с дроп поэтому как бы играем чек-бехайн там есть валеты слабее ну вот это окей там был гадшот с которым не стал дальше блефовать но с этим гадшотом все равно бы он мне не платил да поэтому тут как бы ставить никакого смысла нет по такому розыгрышу против такого оппонента который к тому же знает что мы Михаил Семин ошибаешься не блефуй это по этой раздаче по другой здравствуйте Михаил собираюсь через год-два кататься по флайну с каким банкролом я должен кататься уверенно ни в чем себе не отказывай если можно пишите свою точку зрения на счет банкрола для ОФА к примеру Сочи ЕПТ Алтай и прочее спасибо тема постоянно поднимается опять же ну те игроки которые профессионалы отмечают что конечно банкролл для оффлайн и онлайн разнится потому что в онлайне мы играем гораздо меньше турниров и я здесь могу выбить туза но как бы чаще там флэш-дроп потому что на нем три моментально выкинул у него червей нету да то есть как бы у меня в руке валет поэтому ну как бы лифовать я здесь смысла не вижу да обидно там если там туз без червы так оно и оказалось то есть те-то рука которые мог выбить но опять же как бы в комбинаторике там я больше вижу флэш-дроп когда он чекнул терн скорее всего мое но опять же не факт что он выбросит этого туза столько я чек если бы самому ставить в общем вы берете разные турниры ЕПТ Алтай Сочи ЕПТ ну опять же смотрите Сочи была серия Покердом в январе там были турниры с боинами об нас залидели да здесь я как-то не обратил внимания собирался ставить и радостно там как бы выставляться если что у нас прилетел лид мы сами сейчас можем уже ЛН поставить как бы там семерки слабее руки типа 7-6 ну разные как бы совпадения с гадшотами пусть платит там 3-4 он все равно на ривере уже блефовать не будет поэтому есть рука с определенным там эквити окей платите милый друг значит мейн был тысячу турниры по 500 были хайроллеры были 2000 на Алтае боины поменьше ну давайте считать что средний боин порядка там порядка 200-300 долларов наверное да плюс есть мейны по 500 по 1000 долларов в Алтае и Сочи ну хайроллеров допустим мы не стремимся играть даже таких ну соответственно в идеале если мы хотим играть турниры со средним боином 200 долларов в офлайне а чаще всего это будет довольно турбированная структура но в то же время поля довольно-таки слабые нам хорошо бы иметь ну это оффлайн но тут другой вопрос играем ли мы при этом в онлайне да если у нас банкрол короче в идеале конечно иметь ну кстати такой вполне рабочий банкрол порядка опа в такой ситуации приятность у нас были бы 5-6 но у нас была топ пара поэтому то что он open phone сыграл не очень в идеале окей опять же иметь там банкрол хотя бы 70-80 с боинов то есть там 14-16 тысяч долларов ну в принципе считается опять же что ну вы же при этом сейчас сыграете мейн за 500 да сыграете может быть какой-то мейн за 1000 может быть где-то вы берете через сателлит туда может быть может быть нет я бы все-таки посоветовал там наверное тысяч 20-25 я думаю вот для этих серий довольно-таки комфортный банкрол в одну серию вы будете вкладывать в порядка там трех тысяч вот это если вы сыграли совсем без ATM и если вы не играли там хайроллеров по 2-3 тысяч запас прочности определенный есть так два часа мы в эфире сомнения по поводу наших перспектив выгода на международный рынок ну все относительно но международный уровень что называть международным уровнем ну ладно не будем долго рассуждать конечно я тоже с вами согласен что надо показать результат потом что-то рассказывать планы их у многих громадье и собственно да хочешь размешить бога расскажи о своих планах но это верно в нынешнее время и относительно обычных простых людей их тоже можно размешить своими планами добрый вечер извини если повторюсь что можно сказать по поводу игры Дениса на серии в Панаме но я чуть выше отвечал можете отмотать потом посмотреть это я отвечал наверное примерно час назад довольно-таки развернуто 8 игр есть на покердоме к сожалению нет есть подлимит Амаха хайлоу лимитный Амаха хайлоу стат стат хайлоу раз у нас по-моему есть но обменных игр у нас нет 2-7 трипл дро у нас игры нет раз тоже надо проверить кстати есть раз или нет еще посмотрю по-моему был ну просто никто не играет поэтому мне сказать сложно так Азер 7-7 карт стат амаха ой 7 карт стат хайлоу 7 карт хай мне похоже что раза нет так здесь я как оказался с шестерками а видимо подколил просто третью какой промо-код есть без депозита мешай не отвечай please опять же служба поддержки обратитесь постоянно какие-то акции есть есть и акция friends где вы можете друга привезти или ваш друг поможет дать свою ссылку использовать свой промо-код и тогда он будет по сути получать часть от того рейка который вы сгенерите так что варианты возможны разные ну вот пишут что да бонус за первый депозит 200% видите я я во-первых давно никакие депозиты не делал во-вторых мне бонусы всякие не положены здесь мы поставим опять есть ряд дро ну видите просто выбили там руку типа тус-8 какой-то гадшот выбили мы как бы понятно что мы и били а может быть там рука типа 6-4 ушла в пас выиграли хорошо привет на Алтай-сирию поедешь? нет не поеду далеко но и в Сочи сейчас игры много от фрирола код будет сегодня фрирола нет не собираешься становиться налоговым резидентом по поводу случая с лохитом особенно учитывая твой выигрыш в ЛВ и бывшие отношения к ТВ ну мне моя страна нравится плюс я играл от Бекера в Лас-Вегасе это всем прекрасно известно ну и у меня с Бекером хорошие отношения есть договоренность что если потребуют то как бы Бекер меня не бросит другое дело что я надеюсь Миша сможет создать свои интересы здесь вопрос ну и интересы всего нашего покера здесь может быть комьюнити есть смысл обсудить все это и если есть необходимость может быть помочь финансово оплатить расходы на того же юриста потому что ну покер это совершенно отдельная история и как бы это действительно абсурд когда человек требует деньги только за его призовые абсолютно не учитывая его расходы то есть у меня например в том же Лас-Вегасе в моем удачном году у меня Баинов было больше чем на 100 тысяч почему это не учитывать о перелет о проживании все эти расходы когда мы об этом говорим тоже в общем ну компании да там ИП, ООО они платят процент с разницей между доходами и расходами да там с чистой прибыли они указывают все то есть опять же это просто совершенно другая ну история 500 мы наверное заплатим банк большой есть у нас доезды у нас даже иногда может лучше рука антрек оказаться конечно маловероятно здесь меня ушко поставим 8-10 обидно такой руке проигрывать конечно же ну как-то блефовать тоже мало где получалось здесь попробуем блефануть как бы недорого ну да бывает иногда срабатывает на дистанции один из четырех таких блеф сработает а мне чаще и не нужно плюс другой раз камня будет сильная рука там не оплатит вот ну отвечаю еще раз на вопрос пока никуда переезжать не собираюсь возникнет такая ситуация будем решать я много лет платил налоги очень много и в общем понятно что это мало кого интересует но там я считаю что с запасом на много лет вперед я в общем свой налоговый долг исчерпал плюс знаете опять же я считаю что когда вот там касаются темы того что покеристы они производят никаких благ и так далее очень многие игроки в покер делают много полезных дел не только для своих семей и близких и поэтому опять же лучше отдать деньги родственникам лучше отдать деньги на благотворительность реально помочь там каким-то конкретным людям еще что-то сделать чем в общем вот в эту бездонную бочку чтобы люди у нас там новые кроссовки покупали на авито или где или там ну отстраивали себе особняки им и так хватит все равно это все мы с вами знаем куда уходит но разумный как бы как бы да по разумным варианте я абсолютно не против целиком за легализацию покера в России и соответственно уже за то чтобы люди могли везде легально играть легально показывать свои выигрыши и при этом платить налоги ну здесь две семерки уже простой пас я был в сомнениях как играть против Алиса здесь нужно было бы смотреть на турнирную ситуацию положение стеки ну а здесь простой пас у нас ну да вы видите туда бы я кстати проиграл ужасный пуш просто ужасный против рейза с первой руки туз 5 разномастный 17 блайндов вот ну как бы поставим сейчас нотс сейчас здесь отрейзим время писать не нужно ну просто как бы против рейза с первой руки пушить туз 5 разный еще имея трех соперников за спиной это как бы очень плохо нет этому оправдания так ну идет обсуждение VPN я надеюсь там сейчас все помогут для Миши не существует сильных оппонентов он всех победит но часто меня троллят еще что-то но на полчаса с вопросами опаздывает просто жесть смысл так стримите справьте пожалуйста у меня стоит трехминутная задержка но вы видите в чем разница тут я понимаю что я понимаю с одной стороны и критику и претензии с другой стороны вы посмотрите как много вопросов я на все стараюсь ответить развернуто есть два варианта ведения большинство игроков просто стримит свою игру и выборочно или коротко отвечают на вопросы больше зато концентрируясь на игре я как раз вот где-то сетую что тут что-то не увидел тут что-то забыл тут не успел я стараюсь ответить на каждый вопрос и ответить развернуто чтобы никого не обидеть я могу начать пропускать большую часть вопросов и тогда конечно я буду меньше отставать вот ну тогда опять же кому-то будет обидно что я вопрос пропустил или я ответил там совсем коротко хорошая карта у нас в диапазоне да мы валят 10 поставили забрали я еще пытаюсь что-то по раздаче прокомментировать поэтому что не обижайтесь поймите вот у меня такой стиль я пытаюсь охватить все на все даже там на самый простой вопрос самый шуточный самый какой-то может быть даже порой критический негативный ответить и ответить развернуто вот если что-то действительно вам очень важно напишите мне в дневнике публично я всегда отвечаю в личке мне тоже много вопросов sorry тоже я отвечаю иногда там через неделю вконтакте но мне за день приходит порядка 40-50 вопрос в социальных сетях некоторые повторяются мне неудобно делать копия паст я всегда пытаюсь что-то свое написать мне приятно такое внимание приятно что мое мнение интересно но есть здесь видите как бы и свои побочные скажем так эффекты вот иногда приходится долго ждать если реально хочется ответить ну или потом можете кстати стрим посмотреть в записи примерно вот тут же и тоже видно а у меня сейчас в твиче не выведены вопросы ну поправлю в следующий раз ну в общем можно найти я кстати думаю что когда-то ведут уже очень скорый поиск по фразам да по голосу уже по картинкам введен поиск вот может быть можно будет не может быть а точно со временем можно будет и забивать какую-то фразу из серии вот ваш вопрос копировать и наверняка будет там метко переносить на соответствующую позицию в звуковой дорожке миша расскажи про проблему ботов и что делает покердом для борьбы с ними ну боты это серьезная проблема конечно же программа становится все сильнее да многие из вас знают про то что недавно был второй матч программы ли братус которая играла с сильными нашими хедзаперами ну не нашими американскими во главе с дагом полком в первый раз и специалисты по кэш игре один на один сначала разнесли эту программу в пух и прах ну буквально там боюсь собрать сколько год прошел два а может быть и меньше программу доработали и уже она не оставила камня на камне от четырех игроков профессионалов там не играл даг полк и пара человек на мой взгляд там играли спустя рукава плюс конечно стоит учитывать что люди играли с минимальным отдыхом на сон вот они спали при этом они уставали очень от ну нескольких часов игры в день монотонной плюс конечно ответственность там была у них ну не такая высокая там деньги для них были не такими там может быть критичными важными а программа ночью работала все анализировала как бы подстраивалась меняла игру учитывала все ошибки вот конечно слой был не разнанчен тем не менее все уже компьютер обыгрывает уверенно людей ну пока что игра один на один потому что чем больше игроков за столом тем больше ветвей решения плюс да присутствует какой-то блеф хотя при игре один на один уже тоже присутствует вот поэтому это серьезная проблема румы с ней борются покердом борется очень серьезно и очень много ботов банит я уже говорил причем ботоводы настолько обнаглели что некоторые из них порой выходят с предложениями на руководство румов что о том ребята давайте вы перестанете нас банить разрешите нам у вас играть а мы просто будем делиться с вами прибылью ну опять же за покердом могу сказать что такие предложения не встречаются позитивно покердом продолжает банить ботов но все равно какое-то время уходит потому что создаются новые аккаунты играются какие-то раздачи и какое-то время уходит на то чтобы бота выявить еще нужно доказательную базу собрать ну и кстати отличие покердома что даже когда 99,9% доказательств есть того что игроки использовали бота им дают вывести деньги а закрывают ну хотя с ботами если там по-моему 99,9% то может быть не дают но вот как раз когда речь идет об использовании программ подсказчиков конвертеров вот этих не подсказчиков да запрещенных конвертеров вот там как бы аккаунт банят но все средства вывести дают то есть считают что это ну жесткое нарушение суровое но опять же окей у покердома нет цели изъять средства а так вот коннектив геймс в первую очередь они изучают проверяют все на мой взгляд борется достаточно успешно ну конечно в покердоме ботов гораздо сложнее культивировать управлять ботами запускать их потому что вот все-таки статистика сбор ее запрещен у нас и все надоело на него шесть со мной играть сейчас откроем какой-нибудь другой рум может там и Машка хайлоу собралась два стола наверное скучно но я правда опять же долго затягивать не буду у нас сегодня нет никаких футболов какой день не делит у меня же телефон наверное записано вторник так сейчас посмотрим что я вас спрашиваю у меня же есть сайт чемпионат.com а то может всех уже отпускать надо а не вернулись поиграем еще чемпионат.com футбол видите а нет я понял окей никого особенно вроде не задерживаю король 10 король 10 пуш не так ужасен с его стеком как был стус 5 разными сколько у него там был в таблайндах но опять в этих позах ну против меня нормально как раз ну погранична очень то есть фолд эквити нет но опять же да я могу здесь открыть хотя ну он этого не понимает здесь есть еще тайнер у него короткий стол я против таких стек все-таки не буду здесь со своим стеком открывать 10.8 то есть вот здесь ошибка если у меня было бы там 1040-50 то как быть окей вот но здесь не очень так давно я ютюб не смотрел там тоже люди обижаются 6 4.6 выкинул сейчас закрываю добрый вечер что за столы на экране ну там один кстати можно убрать чтобы не смущать я там вылетел уже давно хотя ладно картинку дополняет может кому-то интересно как там ребята без меня мои денежки пилят ну и мои в том числе то есть вот два кэш стало на экране 50-100 рублей безлимитный холд и турнир за 100 долларов мое турнир за 100 долларов ну тут финал не так много людей играло хотя вот сегодня сколько собралось по 100 долларов у нас сейчас посмотрим 12 входов 5 повторных входов то есть в общем 3 человека в деньгах а регистратор еще 50 минут кстати продолжается так что кто хочет можно еще присесть ну опять я не буду ставить не нужная мне совершенно девятка приехала ну то есть если там не знаю девятка который закрыл все стрит флэш все что угодно то есть может быть моя семерка еще где-то и годилась теперь я думаю что уж точно не годится Михаил а стрима плюсовыми бывают в теории да ну у меня тоже бывали хорошие плюсовые стримы да этот начинался здорово ну кстати я еще могу вытянуть и не то чтобы он гипер минусовый вот сейчас вот эта раздача собственно может решить судьбу в ту или иную сторону рейс 300 какой-то маленький 3бет переставим еще с королями кулемка кулемка знает что по доске 100 зомы всегда сибетим но нечего нам противопоставить на таком флопе так пошел замес туз как я понимаю эту игру ну когда я ставлю 3бет или 4бет с королями на флопе всегда откроют туза и при этом как бы в таком споте всегда одно из оппонентов как бы туз просто должен быть так что изи гейм спокойно сдались с королями покажи бетсуху а ну да я смотрю вроде нету бетсуха так не качал я ее особенно активно что-то наверное осталось так так я здесь рейзил тогда я здесь и бетчу ну кол ну чек ну еще один чек блефуй сейчас потому что ненавижу поставлю 1435 через оперу все работает в режиме инкогнито степенно заморачиваться ну не все на самом деле а инкогнито не знаю через турбо раньше работал как ты относишься к подхалимству Денисова Городецкому Денисов это его челядь но он не Денисов он Денис Григорьев как бы да нет просто друзья и Денис вот очень скромный человек ну как бы ему сложно спорить там с Ильей в покер практически не играет поэтому получается такой формат мы с Ильей конечно гораздо больше стримили да спасибо моему сопернику тоже который написал что я пойду приятной была удача взаимно ну не знаю имени поэтому зовем на ним 4 так давайте какой-нибудь еще столик откроем пока мы живые в турнире вот зачем меня на ним 6 спрашивают что у меня было если он смотрит стримы он сможет посмотреть собственно и так на стриме через 2,5 минуты что у меня было в этом споте нет короля у меня не было такс лобби надо открыть амаха хайлоу соберись 150 300 рублей у меня же денег просто на счету мало ну ладно вот подсел игрок не буду его разочаровывать поиграем хедзап зачем зачем новый стол запускать 7-10 не против двоих все-таки ну вот так бывает да был бы рейс 1400 посчитал подумал слишком такая слишком гэп коннекторс и сразу бы флопал ну просто супер нацулю ой что же с чуйкой миша привет от музыкантов подскажи пожалуй все раз сайт покердом с восьмерки привет антон покердом 8.com интересно если его забанят сейчас во время стрима можно сказать что в рк не смотрят мои стримы ну видите что такая ставка все мое не угадал будешь ли играть в мейн в сочи ну смотря какой в ближайшие дни возможно сыграю какая доля бекера была в лас-вегасе в миллион мейкере приличная я не помню что ты рассказывал нет ну я абсолютно не жалею об этом тоже не раз говорил многие говорят что вот как же так когда такие доезды их очень мало в жизни из этого отдаешь ну могло бы не быть особенно ну окей миллион мейкер я бы сыграл от себя по-любому там да или продав там какую-то часть далее а что я чекаю здесь мое все что я не ставлю ну ладно доберем ага понял может поэтому я чекал что там дама доехала ну да вот две подобрать окей ай и не с не доехавших гадшотов вот я на эту тему уже рассуждал рассказывал что как бы абсолютно не жалею то есть турнир бы по полторы тысячи я и так по-любому сыграл а конечно турнир по 10 тысяч я бы не играл поэтому ну колл пока оп нет у нас блокер есть на оп поэтому попробуем оп оп ура прокатил наш блеф похоже там тоже дрова были почему почему у нас предстоящей серии G-Cube куча турниров половой всего два турнира по половой 8 хотя дисциплина довольно популярная вы же сами продвигали на покер доме Динара ну просто в этот раз решили сделать те турниры по которым в основном игра идет вот как раз я недавно начал играть как я говорил уже Амаху Хайлоу открывать столы и столы стали собираться что не может не радовать игра довольно любопытная стала вестись в целом как бы не самая у нас популярная здесь дисциплина поэтому наш старший по покеру когда создавал серию он решил в первую очередь создать турниры для тех в общем для большинства людей для большинства игроков я бы с удовольствием поиграл в Стат Хайлоу как там на прошлых сериях бывало это почти гарантированные очки мне в копилку в общем зачете где я обязательно буду бороться ну уж так привет Миша удачи в катке привет спасибо так обратно на твич здесь на коме остановился Михаил мне подскажете как наказали человек который придумывал подарить за первое место термокрошку но я про это чуть раньше говорю только в другом контексте хороший оригинальный подарок то есть всегда нужно придумывать что-то оригинальное чем медалька лучше чем я не знаю еще что-то то есть ну как бы хорошая полезная оригинальная вещь я вот когда был у нас заглядывал к своим коллегам в офис покер дома видел эту кружку я в общем ну как бы хотел такую же а мне а мне не дали блин ну как-то глупо я всю дорогу прочекал не могу здесь блефовать про фитус-король ну тут сдам то есть может быть выкинул бы но как бы тут вся такая раздача что вроде всем все понятно я уже сдался так что ладно так как поживает ваша собака отлично вот Марни рядом сидит спасибо за вопрос а почему не учитываешь человеку надо ехать до завода на бешеное купить это тоже надо вычитать из дохода ну давай сейчас не будем разводить долгую полемику человека приезжает на завод да у него есть эти расходы но он не платит абсолютно как бы денег за то чтобы выйти к станку он не рискует ничем то есть да он какие-то расходы понесет но окей вы именно относитесь к части там расходов просто если говорить в целом еще раз я повторю что ну хорошо я вам отвечаю на рост что в Америке по крайней мере так заведено там учитывают все там понимают что человек прежде чем что-то заработать он что-то потратил после этого берут налог там правда налог 30% вот окей я согласен что можно не принимать чеки с расходами на еду но совершенно точно нужно учитывать те боины которые человек внес потому что получается иначе абсурд даже вот просто вдумайтесь абсурд в чем сыграл человек вот турнир за тысячу сейчас поезоны ну как бы во-первых сильно увеличены во-вторых там турнир из три-энтри вот внес человек в турнир по тысяче два боина заплатил две тысячи долларов получил первый приз первое имею ввиду ну минимальный тем ну когда турнир из три-энтри там стараются делать хотя бы два боина ну хорошо получил две двести с этих двух двести он должен заплатить тринадцать процентов то есть то есть получается должен заплатить двести восемьдесят шесть долларов после того как он заплатит двести шесть долларов получил две двести получится что сыграл он турнир попал в деньги заплатил налоги и остался в минусе а если человек приехал отыграл серию да вот сыграл там серию там боинов на семь тысяч долларов потом в одном турнире по тысяче долларов попал в деньги получил три тысячи долларов ну хорошо то есть человек оказался минус четыре тысячи долларов и заплатил еще с трех тысяч тринадцать процентов ну гениально да на заводе вы не приходите не говорите там Михалыч на тебе пятьсот рублей пойду поработаю к станку если там меня там коллега колька там гайкой не зафигачит случайно там во время выпиливания там чего-то лобзиком то тогда ты мне заплатишь зарплату если нет там ну как бы забирайте деньги себе ну короче все понятно какие-то эти хуже так что у нас здесь ну мастеволту замы не кинем лоб совсем мимо здесь блефовать тоже смысла нет ой-ой-ой-ой чек гадшотик пошел против ста королей этого мало а ну как против Акаи против двух дам не уверен что там мы можем много чего блефовать здесь стать тайнеру можно было и лучше поставить а ну у Тима я кстати вообще ни одного лын не могу выиграть единственная надежда постфлоп что мы купили лучшую руку и что Тима нас не перекупит но потерна будет трефа не смотри не треф но у Тима значит дамы 7 неужели в какой-то веке мы Тиму перекупили или просто устояли кого какими цветами помечаешь ну голубым цветом помечаю любителей фиолетовым помечаю знакомых синим помечаю ну таких АБЦ регов если директор ничего не придумывает ну в этом отношении на покердоме смотреть расцветку особого смысла нет потому что почти все у меня помечены голубым цветом потому что действительно на покердоме подавляющее большинство игроков любители а реги они в основном играют кэш дорогой ну а анонимные столы сейчас в кэше так что там и метить некого да не отмазывайся Миша просто привык ИПТ часовой задержки комменти это вот по фото реплики что я с полчасовой задержкой на вопрос отвечаю Михаил можешь посовет литературу для начинающих спасибо Апикфан за троллик шутка прокатила Михаил Бодрый вечер Бодрый Килилу смотрел комментарии турнира в Панаме Лея Денис увлекаются ставками на спорт как вы к этому относитесь спасибо мне очень жалко их семьи потому что оба конечно абсолютно не шарят в спорте ставят совсем не в ту сторону и я могу только посочувствовать в общем Нюте Фидермессер которая не брала фамилию мистера Городецкого и супруги Дениса я кстати не помню я тоже не уверен что она Григорьева вот ну а сам я говорил что я уже давно не делаю никаких ставок совсем как-то охладел зато у меня вот все-таки немножко вернулся какой-то интерес к российскому чемпионату футбольному иногда какие-то матчи смотрю ну ладно очередная попытка выиграть хоть что-то с королями в кэше во-первых сменить ник а во-вторых хотя я-то вот меня взяли да ладно флоп без туза но зато наверное в сет тут кстати большая вероятность фляпаться в сет ну в том смысле что два человека заходили за лимф как нам здесь лучше разыгрывать свою руку разыгрывать от чека разыгрывать от бета не знаю вроде надо ставить но мы немного поставим чтобы какие-нибудь там карманки заплатили здесь малын конечно ставим квиту так далее уходим в защиту а может быть через чек а чек пуш не знаю валет 10 дамы валет какие-то вот теперь мы проиграли да доехался от семерок вот теперь мы проиграли не не проиграли стояли ну я не вижу с чего там добирать опять же что там карука 10-9 я уже реально все боюсь то есть как бы столько столько вот меня везде так калечит ну к тому же я не понимаю что там штерки заплатят в общем я не знаю собирается ли покердом расширять свою команду команду представителей потому что летом прошлого года было принято решение отказаться от команды профессионалов поскольку рума у нас в первую очередь ориентирован любителей и я в большей степени ну или в полной степени скорее амбассадор представителя рума игровой ну мне не нравится слово посланник а амбассадор как-то по-русски звучит тоже непривычно но по сути вот такие же функции меня как у Даниэля Негриану чья позиция мне всегда нравится я отнюдь не претендую на Лавры Даниэля но где-то позиция схожа популяризировать покер популяризировать покердом рассказывать о хорошем что есть здесь и объяснять позицию рума когда она непонятна или не нравится многим игрокам тем более что я уже сказал что у нас тоже бывают ошибки вот для того чтобы вам попасть но опять же я говорю я не знаю то есть вроде планов пока нет но в то же время вот пожалуйста покердом сейчас решил что надо больше показывать то что у нас происходит в онлайне предложил контракты стримерам и далеко кстати не самые последние игроки подали заявки и согласились то есть вот сейчас уже стримят Минтон который хороший регуляромахи и в общем известный уважаемый в комьюнити и Толя Дукалис да люди которые ну как бы на хорошем счету пользуются уважением хорошие сильные игроки о здесь уже мы будем блефовать по этой карте потому что не первый раз человек ставил 100 в качестве блокинг бета и здесь нам вполне могло доехать ну да сработало слава богу игрок-любителя у нас же были нотсы я тоже могу поставить иногда такой донгбет провоцирующий чтобы человек меня зарезил но поскольку мы уже видели от анонима 3 что несколько раз он ставил вот так 100 и выбрасывал на ререйс мы сыграли здесь так же ну вряд ли у меня тускай здесь годилась скорее всего там там была может быть пара там или девятка была или может тус валет что-то такое вот поэтому именно что против ну против сейчас нет а пожалуйста вот сейчас ну сейчас уже предложение закончится наверняка будет там какой-то момент схожее с нынешним как долго в Сочи будешь я уже вроде отвечал но видимо это было там до того момента как вопрос дошли Стас до 18 апреля скорее всего здравствуйте Михаил а почему вы не в Сочи я в Сочи но в горке городе рядом с казино Михаил а ботов выявляют в холдом или уже и в Амаху полезли уточню ну в основном холдом Амаха же просто понимаете там ветвы решений гораздо больше и игры гораздо меньше хоть Амаха очень популярно и ботов там скрыть сложнее наверняка уже есть боты в Амахе но на покердоме я думаю что их нет все таки я думаю опять же что в Амахе может быть пробовали но это гораздо сложнее а как вчера Тимофеев закончил скажите плиз третье место Денис занял проиграл две десятки в Туз Король с Марону всем привет кто играет в покердоме через мобильный клиент можете подсказать там автопереключение между столами при мультитейблинге не работает а это вопрос я не знаю там может быть можно поставить галочку уточнить в саппорте ну то есть понятно что вы можете сами переключать я просто не играл с мобильного давно может о днях поиграю как раз если я живой турнир буду играть возьму с собой iPad или как минимум телефон и попробую тогда смогу сказать но опять же служба поддержки ответит я думаю что должна быть я просто всегда отключаю себе специальное переключение автоматическое потому что ну бывают часто мисклики мне это не нравится я сам вверху вижу и там что-то мигает что мне нужно ход сделать на другом столе а бывает ты набираешь ставку нажимаешь кнопку ну как бы условно говоря рейс и в этот момент у тебя перескакивает стол открывается другой и ты там рейс нажимаешь ну как бы на другом столе или фолд тоже самое может быть поэтому мне спокойнее самому переключать Мишаня привет в Сочи катаешь бывает здравствуйте сударь здравствуйте Миша привет какой у тебя самый большой занос в онлайне спрашивает Дамир 86 тысяч до черной пятницы поделили мы в автобусе на троих с любимым игроком Артема Литвинова Дэвидом Вамплю и еще одним парнем и в ту же ночь я, ну это известная история поделил на троих в Сандэй Вормап ну там тоже я играл от Бейкера у меня был большой мейкап там не так много это получил ну тогда еще считайте там по сути начинал более-менее так активно играть в покер Миша привет что с розыгрышем когда он будет если уже был где его найти Саша добрый вечер но здесь розыгрыш был для тех кто в общем много играл в покер доме в минувший месяц и да он уже был можно начать смотреть давайте банить регов а давайте ну как бы если нарушат правила будут забанены так же как и любители так же как вот на днях ко мне обратился один игрок его забанили по подозрению в использовании конвертера причем служба безопасности уверена здесь мне придется закрывать конечно противно кулер раздали жалко очень ну не могу я выкинуть в этих позах и против квита который ну против меня там ну довольно творчески играет зачастую у нас туздама и он аллин еще поставил да то есть со стеком 13 тысяч 16 блайндов то есть там все туз-х почти все здесь я не следил за игрой да ну как бы довольно стандартное действие здесь на полном столе сыграть просто кол в этой глубине давайте сыграем в раздачу потом по поводу банов расскажу ну опять же здесь одна у меня опция оптимальная как бы чек-пуш хорош против фрукт туз-король туз-валет туз-дапа червовый я блочу как бы реализую свой экст все равно получаю кол может тут здесь червовый хотя я могу добрать час валетов с королей а вообще знаете наверное я здесь играю через чек-рейс потому что червовый нигде не выброшу против королей тузов а здесь ну как бы если у моего соперника пара младше или в принципе какие-то комбинации туз-хай он может подумать что я пытаюсь его как бы там обмануть заблифовать ну короли тузы окей кулер как туздамов туз король все равно здесь не так много карт на терне ривере ну то есть король туз по которым я выбрасываю ну да понятно спасибо огромное спасибо как бы спасибо мой любимый ГСЧ конечно же по терне выходит одна из этих карт которые мне просто очень неприятно видеть король летуз у него в диапазоне есть туз король который он тоже не бросил на мой чек-рейс не только туз король червовый туз король с одной червы туз король вообще без черв здесь есть вот я очень надеюсь у него там рука типа валетов и десяток ну и алын хм и алын ну здесь спр меньше единицы в банке 7200 у него за спиной 5000 нет никакой информации на этого оппонента давайте думать с чем он мог засакалировать чек-рейс туз король червовый да туз валет червовый туз 10 червовый да мы их бьем тузы короли тоже да хотя эти бы руки наверное переставили бы туз король червовый наверное переставили бы дальше валеты десятки могут быть король валет червовый требователь бы при флоп тузы могли тузы так роли заколировать но вот вот этом с одной стороны минус до 2 плюс не знаю ничего у меня то тоже рука как бы не до репрезентованно принципе валет и десятки он тоже может так играть ладно вот так но я говорю поэтому может также играть валет и десятки принципе он нормально сыграл то есть как бы я что же потерну остановился и вроде как эта карта мне подходила но 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 вот в общем забанили одного игрока подозрение в использовании там конвертера служба безопасности уверена довольно таки прилично ну то есть 99 процентов что как бы он использовал конвертер этот игрок уверен что не использовал но и в принципе вполне возможно ну как вот я со стороны допускаю что может быть там какая-то другая программа была принята как бы специальными поисковыми механизм если так выразиться за запрещенную до похоже по алгоритмам вот но как бы мне сказали что если бы меня там да как бы я попался конверта мне тоже забанит правило одинаково для всех поэтому регов любители будут банить но может ко мне чуть мягче отнесутся там учитывая репутацию хотя опять же тогда будет странно но я настолько с компьютерами плохо дружу что мне что-то себе установить о видите ловушка захлопнулась 64 доехали от анонима 3 в этот раз он правда 100 не поставил он через чикпуш сыграл а лебронька что лебронька лебронька стримит но он как бы но у него есть определенные соглашения то есть да тоже лебронька стримит у него есть определенные договоренности с покер домом может конечно определенный контракт когда то ли стримить будет это проду калиса я не знаю надо у него дневники почитать что делать если тебя забанили на покер доме а служба поддержки сия рума шлет шаблонные ответы но она не шаблонные шлет но писать дальше но в принципе опять же опыт показывает со всеми руме что если вас забанили во первых примерно в 90 процентах случаев по моему опыту ну когда говорят о запрещенном софте или еще каких-то нарушениях мы не берем там случае когда вот в одном руме человека забанили изъяли у него все средства за то что у него была опечатка в паспорте что подтвердил и паспортный стол потом справкой и он сделал новый паспорт а у него как бы изъяли несколько тысяч подчеркну это в другом руме давно была история вот покер доме такого произойти не может это я на сто процентов уверен в нынешних реалиях да если какие-то реалии изменятся то ну как бы и мое взаимоотношение там ну да понятно все без чудес с король 8 10 на стабили поэтому сейчас потихоньку будем стрим как раз заканчивать вот это же ошибка человек открывает через там два коротких стека окей через один короткий 2 но с первой руки 8 10 здесь лучше не открывать дальше мне каждый должен был коллировать это это мир тима векшина я всегда говорю что на глазах тима пока все 2 лына проиграл из 186 это был 187 то есть два из 187 тима проиграл вот так что могу потихоньку уходить все то вот заканчивать тем более на вопрос почти все ответил стрим еще раз вышел в минус ну пару монетка мы хоть выиграли даже сегодня один раз тузов закалечили что не помогло вот в общем 90 процентов случаев по моему опыту румы блокируют баня от игроков по делу к сожалению наверняка если 10 процентов когда игроки ну как бы ни за что попали в этот список покер доме плюс том что у людей деньги не изымают то есть ну конечно жалко ничего к тому же были случаи что на первый раз какие-то несерьезные нарушения прощают тоже опять же отличие в том что ну покер дом достаточно уверен там у него должны быть веские основания но в остальном но это политика румов что как бы я не знаю что ответить то есть конечно обидно но тут как не хочется проводить параллельно отчасти как судебной системой чтобы не говорили ну не о нашей стране да в целом там правосудии я уверен что опять же там на 90 процентов визитных приговоров они выносятся справедливо когда речь идет там не каких-то политических процессах тут наверное 50 процентов справедливых не наберется но как вспомнить фильм там побег из шоушенка до основных реальных событиях другие какие-то истории в жизни не обязательно фильмы ситуации с обвинительными приговорами хватает но опять же их все-таки там наверное не больше нескольких процентов очень хочется в это верить но они есть и конечно фантастически нет но обидно наверное обидно да все-таки правильное слово относительно покера другое слово нужно подбирать относительно реальной жизни вот когда тебя ни за что я сам знаю когда тебя обвиняют в том что ты не сделал то есть просто это что делать это вот к сожалению та погрешность которой она есть и вот так но здесь опять же в этой глубине 110 блайндов я играю колл понятно что могу получить колл за спиной но мне не нравится здесь 4 бет потому что рука с хорошим equity я его по сути превращаю в блеф все поставлю поставлю потому что он чекнул тут король он себе тит он можете сказать за человек и два короля но может здесь человек две дамы может человек на две десятки довольно слабый диапазон здесь анонимы здесь конечно есть руки король дамы она участием китом восьмерки девятки десятки если две дамы он сыграет от чекол если валет как бы но окей как бы он одну улицу заплатит конечно там короли то чрезвычайно противно я попробую все таки поставить 4 надежды что вторым баррелем я выбить он больше не 2 дамы то он блочит комбинации типа дамы 10 а у меня в руке вполне может быть туз король вот соответственно я ставлю еще раз но опять же у нас есть четыре аута случае чего ну как бы я надеюсь там туз валет две десятки нет все таки там там все банально там сет королей или с этого летов короче до очередная неудачная сессия уходим ситаут ну пробую еще одна раздачу сыграть может проиграть уж совсем то что тут осталось тоже не могу понять знаете отчасти отчасти это конечно связано с тем что реальная много отвлекаюсь но я не знаю карма или что вне стримов играю в хороший плюс как начинается стрим начинать скатерон 10 к ну как бы тоже к обстане попадаешь тоже тяжело вот ладно вопросы да отвечаем я в курсе для регуляров хотел узнать где можно увидеть результаты мощность несложно показать список победителей он выше был здесь в чате я его скидывал могу еще раз вот так его воткнуть список победителей но и прошу прощения что вот здесь в таком виде высвечивается часть он появился вот пожалуйста вот список ну и как бы будет и на форуме тема и общем во всех новостных рассылках покер дома михаил подскажите пожалуйста как можно зарегистрироваться во фрирол покер дом инвитейшн обратился к вопросам саппорта получил ответ что это секрет без внятного разъяснения считает некорректной работой службы поддержки но насколько я знаю меня один раз регистрировали сказали что там вип игрокам нашим интересно со мной будет поиграть один раз играл от фрирол вот больше я его как бы ну пока не играю и не особо рвусь я прошу раз сыграл от фрирол и сделал 5 рендер как раз фрирол не обошелся 100 долларов ну и там реально играли випы но в целом как бы насколько я понимаю основной критерий это количество игры на сайте в общей сложности и количество проигранных денег то есть это фрирол для тех любителей которые много играют и скажем так мало выигрывает или много проигрывает это не для того чтобы наверное для этого части тоже чтобы удержать их на сайте но тоже определенное поощрение об этом давно идет речь что наши игроки тоже говорят что можно там допустим не повышать рейк напрямую но там с кэш аутов добавить какой-то процент это было бы логично да там арома повышает рейк для всех то есть сделал такое разделение чтобы те кто выигрывает любители ну как бы это нормально и мы не сложно хоть небольшой дополнительный процент заплатить регуляры а любители которые проигрывают но надо им как-то компенсировать надо поддерживать везде есть система ну бонусов и поинтов не только за сколько ты играешь но это же проигрывающих игроков им что-то возвращает насколько я знаю я тоже не знаю формулы для меня это тоже секрет но я так понимаю что фрирол по приглашению invitation это вот для людей много играющих и чаще проигрывающих что такое конвертер ну эта программа которая собирает статистику и вам выдает информацию о том кто как часто собственно делает рейзы делает ререйзы как часто делает ставку продолжения на флопе на терне на ривере какая агрессия в целом как часто он лидит и так далее михаил какой формат будет у турнира конкурс фотками когда планируете в этом месяце или следующем но он уже был он уже закончен да мы сыграем а да турнир турнир sit and go на 6 человек сыграем ну там это было указано до конца месяца обязательно сделаем сейчас просто очень плотно вот ну я напишу поставлю несколько дат на выбор чтобы все проголосовали чтобы всех устроил чтобы людям было удобно всем сыграть в этом месяце надо сделать ну я его совмещу как нибудь с каким-то из из в общем до игровых дней и стримов наверное почему пд такой неудачный софт наверняка не дешево поднять покеру мне уже ли нельзя потратиться на дизайн это больной вопрос для всех я тоже не раз задавал и все его задают почему нельзя сделать такой софт как у старзов да который всех устраивает ну как ну вот люди же все не идиоты есть румы которые существуют там гораздо дольше чем покер дом существует там 15 лет 20 лет когда у нас собственно начались первые турниры в онлайне и у них софт точно не лучше чем у покер дом понимаете но как в люди много миллионные продают доли ну не так это просто я не знаю почему мне тоже кажется взяли там 20 хороших программистов посадили на год с хорошей зарплатой дали специалисты по покеру они сделали многие пробовали не получается я не знаю мне тоже нет ответа вот на самом деле у покер дома у покер дома софт далеко не самый худший вполне приличный вопрос привычки ну и мы работаем сейчас тоже вот вы видите в ближайшие дни несколько улучшений михаил чёп долги отдаёт кто его доляны начал брать он третий вроде бы в хай роллеры пати ну мне дима там должен несколько тысяч несколько лет как бы и там долг только может увеличиваться но он сейчас старается никого не кидать скажем так но есть люди он играет от бейкеров сейчас и конечно никакие долги не отдает эти бейкеры то что дим выигрывает забирают себе диме дает небольшую часть на жизнь но как бы вроде если у димы все будет очень хорошо складся он сам он вроде бы хочет отдать долги бейкеры вы тоже говорите а все будет хорошо мы поможем не знаю посмотрим так ну здесь я уже решил не играть так что ухожу в ситаут мы заканчиваем тихоньку стрим вот так в твиче мы закончились в твиче с вопросами я закончил на ютюбе быстро смотрю что я не ответил тут тоже был вопрос поедешь ли на всоп в этом году да планирую отдает ли чоп долги но это видимо и там и там был вопрос да тот же самый ответил когда вы говорите это еле заметно это кажется что зависла ха ха но видите роман такой тихий голос с филатовым в одном отеле живете но тут несколько корпусов формально да это горки город апартаменты на покер старт сыграешь ли только покер дом играю но редко сейчас но вот стараясь все-таки микс игры кэша перед в сопом сохранять форму тренировать привет михаил удачи за носок что можно сказать о греческих игроках которые регистрируют начало турниров одни и те же лица если вероятность нечестной игры сабит эта тема не раз поднималась и обсуждалась в греции просто такое законодательство согласно которому с игроков покер в греции берут налог с каждого плюсового дня и поэтому ну покер старт это знает игрокам разрешено греческие игроки боинятся во все возможные турниры везде где регистрация открыта для того чтобы у них там например в день было боинов там на 10 тысяч долларов на 20 тысяч некоторые на 50 тысяч боинятся когда получается когда у там серии впереди и соответственно что происходит человек за день набоинился на там 50 тысяч долларов вроде как сыграл типа выиграл 10 тысяч но формально греческ там лицензия в греции и как бы налоговый орган имеет доступ к кассе понятно там не дураки должны сидеть но формально они вот пока не придумали как с этим бороться они смотрят человек как бы из кассы но покер старт сам обязан предоставлять как я понимаю данные о кассе игрока вот по кассе человек нес боинов там на пятьдесят тысяч выиграл на 20 значит он минус 30 ничего платить не должен что происходит на следующий день игрок отрегивается но как бы он же не выиграл эти деньги да ну я точно с нюансами знаю как бы принципы знаю и он опять боиниться дальше ну вернее каждый день да не вот намного вперед а все я вспомнил они намного вперед забоинились когда ничего не выиграли они обратно отрегались когда выиграли они соответственно ну как бы отрегнулись только там забоинились на 50 тысяч выиграли на 20 значит отрегистрироваться на 30 на 20 регистрации остались соответственно следующий день проиграли 2000 значит могут там уже ну на 22 там отрегаться и так далее проект 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 сумма накапливается в какой-то момент происходит ситуация что человек много выиграл да и ему андрегица не выгодно ему выгоднее сыграть турнир чем платить с него налог и поэтому бывают такие ситуации когда там человек играет турнир по восьми играм в которых он там в половину играть не умеет миша заходят ли в сочи карты нет не особо ну в общем все на вопросы почти все ответил в эфире мы с вами сегодня про были три часа плюс лотерею провели по лотерее уже поздравил всех победителей немножко посочувствовал тем кому не сложилось по стриму вновь у меня стрим в минус но вновь третий раз подряд были такие плюсы некоторые теперь я буду стримить я думаю когда начнется уже серия наверное ближе к концу месяца 26 марта у нас стартует джекуб глобал капов онлайн покер посмотрите кто еще не в курсе там будет ряд зачетов ряд призов с термокружками замечательными но еще и деньгами я думаю будут какие-то мазы на форуме лидерборды может быть и драфты на прошлый такой собирали серию на покер доме игроки можете поучаствовать вот соответственно заявляйтесь играйте турниры от трех долларов до 200 долларов по моему 60 турниров общей сложности все турниры начинаются в 6 вечера и 8 вечера по москве или в 8 и 10 нехорошо собрать будет сейчас быстро открою расписание и джекуб глобал кап да в 6 и 8 вечера по четыре турнира в день два турнира 6 два турнира в 8 ну и соответственно один турнир всегда в 6 вечера недорогой второй ну как бы сравнительно дорогой и так далее тоже в 8 то же самое вот я буду стримить буду играть обязательно встретимся и за столами и в стримах и там наверно вам полюбопытнее будет посмотреть что там будут турниры с баинами по 200 долларов и регуляры наши многие будут играть известные в комьюнити вот так что так вживую я тоже наверное поиграю может быть что-то сложится так что еще не раз встретимся хорошего всем вечера спасибо что смотрели стрим спасибо что поддерживали спасибо что задавали вопросы где-то критиковали где-то троллили так что в общем удачи вам и до скорой встречи пока и до скорой встречи и до скорой встречи не поиск я